Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вчера довольно много говорилось о массиве астрофизических параметров ГАИА. Я сегодня хочу рассказать о, как мне кажется, довольно любопытной возможности самосогласованного тестирования этих параметров при помощи тоже данных ГАИА. Сначала несколько слов про третий релиз данных ГАИА, все-таки хочется повторить. Все-таки не будем забывать, что ГАИА – это миссия, имеющая свои основные задачи, и основные задачи ГАИА астрометрические. Поэтому те астрометрические измерения, которые выполняет ГАИА, те фотометрические измерения, которые она выполняет для нужд астрометрии, вообще говоря, хороши. Но при этом массив информации, который получает ГАИА, существенно превышает уже вышеперечисленные, а в частности, в качестве побочных результатов ГАИА копит временные ряды распределения энергии в спектрах огромного количества звезд. Это спектры низкого разрешения БПРП, это спектры среднего разрешения, получаемые спектрометром, основная цель которого – измерение лучевых скоростей. И вот в рамках третьего свежайшего релиза данных ГАИА, который был опубликован год назад, была предпринята попытка каким-то образом использовать этот огромный массив данных, и был опубликован большой массив того, что сами авторы, сама команда ГАИА называют астрофизическими параметрами. На самом деле, этот массив астрофизических параметров включает в себя разные параметры, в том числе не совсем астрофизические, но будем придерживаться такого сленга. Надежность этого массива данных, естественно, существенно отличается от той надежности, которую МАЖДМ от ГАИА в части астрометрических измерений. Но, тем не менее, в частности, в рамках третьего релиза данных опубликованы такие красивые картинки распределения поглощающей материи в галактике и распределения звезд по металличности в галактике. Комбинация модулей для вычисления астрофизических параметров включает в себя несколько модулей, использующих разные входные данные и, вообще говоря, разные процедуры. И эти модули могут определять одни и те же характеристики для одних и тех же звезд, но совершенно разными способами, независимо, с разными ошибками, с разными особенностями. Но из этих модулей самый большой массив данных на сегодняшний момент принес модуль фотометрический, условно так называется, ГСП-фот, который использует в качестве одной информации усредненные спектры низкого разрешения, плюс астрометрические и фотометрические параметры ГАИ и плюс некоторую априорную информацию. И для 470 миллионов звезд с использованием этой входной информации оценены некоторые характеристики. Кроме того, заслуживает большого внимания, в особенности в перспективе, модуль условно-спектроскопический, которые используют усредненные спектры среднего разрешения. Но звезд, для которых таким образом оценены астрофизические параметры, все еще немного, их примерно 5 миллионов. Поэтому про них поговорю, но чуть-чуть, намного меньше, скажем. А теперь забудем на минуту об астрофизике, вернемся к звездной астрономии. И скажем, что одно из любимых применений данных ГАИ для галактических астрономов – это обнаружение звезд, имеющих сходные характеристики в многомерном пространстве координаты скоростей. В этом результаты ГАИ оказывают огромную помощь. И многократно было показано, что близкие пространственные характеристики и близкие пространственные скорости – это очень значимый индикатор общего происхождения звезд. В частности, по результатам публикации астрометрических данных третьего релиза ГАИ был опубликован очень хороший каталог так называемых широких пар Эль Бадри с авторами, которые содержат в себе информацию о почти двух миллионах пар звезд, объединенных близким положением в фазовом пространстве координаты скоростей, для которых достаточно хорошо можно оценить вероятность того, что их это совпадение в фазовом пространстве является неслучайным. И вот с высокой вероятностью оно неслучайно. То есть пары эволюционно связаны для примерно миллиона таких, ну назовем их двойными, но будем помнить, что это очень широкие пары, и там, как правило, речь об орбитальном движении не идет. Они двойные в том смысле, что они объединены общим происхождением. Так вот, что хорошего нам дает информация о том, что пара звезд объединена общим происхождением? Мы можем предполагать, что они должны иметь близкий возраст, что они должны иметь похожие металличности. Ну, мы должны, мы, наверное, предполагаем, что у них могут быть близкие лучевые скорости, если они в пространстве недалеко друг от друга, и выраженного орбитального движения там нету. И кроме того, поскольку они находятся на небольшом расстоянии друг от друга в физическом пространстве, наверное, межзвездное поглощение для них должно быть близким. Это дает нам возможность независимо протестировать астрофизические параметры ГАЯ на вот этих вот парах каталога широких пар звезд. Характеристика вероятности того, что пара является не случайной, а физически связанной, сконструирована авторами каталога таким образом, что они говорят, что когда эта величина маленькая, то вероятность того, что пара надежная, велика. То есть чем меньше, тем лучше. Меньше одной десятой, считают они, это прям вот надежные-надежные двойные. Это вот тот миллион, про который они говорят, ну, точно двойные. На самом деле, эта характеристика, это не совсем... А? Это некая безразмерная характеристика. Она не имеет... Это невероятность, она может быть больше единицы. Ну, в общем, когда она приближается к единице, то это означает, две звезды случайно попали рядом. А когда она меньше одной десятой, это означает, ну, точно, вот прям родственники. А промежуточные варианты – это некая смесь. Вот. Интересно посмотреть, как коррелирует согласие тех характеристик, которые мы ожидаем, что должны быть примерно одинаковыми для компонентов двойной, с вероятностью вот этой двойственности. Давайте сначала посмотрим на лучевые скорости. Они тут для примера. Как лучевые скорости не входят в пайплайн астрофизических параметров ГАИ, естественно, они определяются как лучевые скорости. Поэтому это наш такой независимый опорный элемент конструкции. Что мы можем видеть для лучевых... Ой, извините, пожалуйста. Для лучевых скоростей мы видим, что они находятся для надежных пар. Это значит, что здесь, да, что здесь по осям, извините, пожалуйста. По оси ординат показан модуль медианного значения разности лучевых скоростей в данном случае для компонентов вероятной пары. Поскольку это модуль, нулевым он быть не должен, но мы можем ожидать, что если там на самом деле ноль, то вот этот медианный модуль будет где-то в районе номинальной ошибки. Если это номинальная ошибка, определенная доклада. В принципе, мы для лучевых скоростей это и видим. Вот он, этот медианный модуль разности от лучевых скоростей для вероятных пар находится на уровне вероятной ошибки. И на самом деле растет он достаточно медленно, и только для значения вот этой характеристики вероятности случайного совпадения, уже превышающей половину, начинает расти медианный модуль различия, и потом он уже сильно вырастает. Вот для случайно совпадающих звезд разность лучевых скоростей может достигать 15 км в секунду, 20 км в секунду, чего хотите. Теперь посмотрим на астрофизические параметры. Качественно, примерно похожую картину можно наблюдать для металличностей. Действительно, для надежных пар разность металличности оказывается меньше, а для ненадежных пар она оказывается больше. Но при этом абсолютные значения вообще говоря не такие, от которых мы бы ожидали. А характерная ошибка металличности, номинальная заявленная, находится на уровне 4-5 сотых, а разность металличности для надежных, как мы ожидаем, пар находится на уровне 25 сотых, что не совсем то же самое. Кроме того, некая корреляция с вероятностью того, что пара надежная, наблюдается для поглощения. Она, правда, послабее. И совсем никакой корреляции нету для возрастов. Вот никакой нету корреляции для возрастов. Поверьте мне на слово, возраста, что для случайно совпадающих. Вот возьмите две любые произвольные звезды, что возьмите две звезды, которые мы знаем, что это двойная. Возрасты с одинаковой вероятностью будут отличаться или не отличаться. Да, спасибо. Если посмотреть на спектроскопические металличности, к сожалению, слишком мало у нас получается данных, поэтому здесь значение имеет только одна точка. Характерная медианная разность металличностей для звезд, которые с высокой вероятностью являются компонентами одной звезды, меньше одной десятой, что на самом деле намного лучше и дает надежду. Я об этом чуть-чуть поговорю. Теперь у нас появляется возможность независимо калибровать ошибки. Мы сейчас говорили, что вот ошибка такая маленькая у металличности, у фотометрической заявлено, а различия получается существенно больше. Так вот, нормализованная на суммарную ошибку разность величин в пределе должна стремиться к распределению Гаусса. И если ошибки определены адекватно, то эта Гауссиана должна иметь дисперсию близко к единице. Давайте посмотрим, какая она на самом деле будет для металличности. В зависимости от звездной величины дисперсия этой Гауссианы оказывается от 10 до 20 примерно в диапазоне. Это означает, что ошибки металличности определенных модулем GSP-FOD в Гае ДР-3, номинальные ошибки, занижены на порядок. И справа здесь приведена табличка того, какими условно на самом деле примерно должны быть медианные ошибки для определенных металличностей в зависимости от звездной величины. И вот когда мы здесь видим эти две десятых, мы вспоминаем, что на том рисунке, вот здесь, вот у нас были эти две-три десятых. Это похоже на правду, действительно. Так вот, да, кроме того, здесь есть некое, видно, что существует некое систематическое превышение металличности второго компонента, металличности главного. Это означает, что более холодные звезды, для более холодных звезд определяются систематически более высокие металличности. Возможно, есть некий систематический такой тренд. Таким образом, мы самосогласованно протестировали надежность значений некоторых параметров Гае ДР-3 и выполнили независимую калибровку ошибок. Из протестированных астрофизических параметров наиболее выраженную корреляцию с вероятностью общего прослаждения компонентов показывает металличность. При этом номинальные ошибки этой величины в каталоге занижены на порядок. Возможно, есть систематическая зависимость от температуры. В будущих релизах мы будем ждать оценок с спектроскопическим модулем в большем объеме. Есть указания на то, что эти ошибки будут качественно лучше, что, в принципе, неудивительно. Естественно, что спектроскопия среднего разрешения лучше, чем спектроскопия низкого разрешения. Для возрастов корреляция оценок для компонентов не наблюдается совсем. Ну, то есть, что можно сказать? Металличность и поглощение имеют связь с реальностью, но в силу большой зашумленности этих оценок корреляция не слишком сильная. Возрасты связи с реальностью не имеют совсем. Пока такой вывод. Спасибо. Вопрос был про то, как определяется возраст по согласованию с азохронами. А если перейти к другим, так сказать, на расчетах азохрон, может быть, там что-то меняется или нет? Я боюсь, что нет. Возраст определяется комбинированно вместе с массой, светимостью, чем-то еще на основании данных модуля вот гипометрического с использованием спектров низкого разрешения. Ну, естественно, они там используют модели звездной эволюции. Вот чьи, вопрос чьи, в этом не является ключ. Это первый вопрос. Второй подвопрос, от азохрона очень много заявленных. Я понимаю, но я не знаю. Второй подвопрос. Я боюсь, что просто по-моему, раз там выреждают. Второй подвопрос. Если бы взернуть на предыдущий график, у вас нет способств. Да, вот если построить этот график отдельно для звезд, у которых эффективные температуры сильно различаются, станет ли он лучшим или нет? Это вопрос. Спасибо, я попробую. Вот, потому что у меня дозрение такое, что у вас большинство точек, которые лежат, это звезды, два М-карлика и М-карлика. Ну, я так условно скажу. И тогда, чтобы на изохроны их не сажаете, у вас никакого возраста не будет. Чтобы какой-то возраст определить в паре, вам их нужно сильно растащить. Вот было бы интересно. Здесь возраст, в смысле, они же возраст определяют для каждого, для каждой точки отдельно. Они для пары... Это-то бессмысленность. Ну, так об этом и речь. Все, можно сглубаться. Да, да, да. Конечно, для пары... А можно ли сделать, чтобы попали от меня? Ну, мы можем, конечно. Спасибо. 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 Доброе утро, уважаемые коллеги. Я очень рад почной встрече со всеми на конференции и хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность сделать доклад. Речь в нем пойдет о химически-пекулярных АП-БП звездах, молодых АП-БП звездах и вопросах, связанных с механизмом формирования их спектрального паттерна наблюдаемого и некоторых эволюционных аспектов. Около 15% звезд спектральных классов А и Б на главной последовательности известно, что демонстрируют пекулярные спектры, которые, в свою очередь, свидетельствуют об аномалиях поверхностного химического состава, то есть избытках либо недостатках содержания в области формирования спектральных линий. Вот здесь на графике сверху представлен пример двух спектров. Сверху это нормальная звезда, снизу АП-звезда такой же эффективной температуры и видно, насколько визуальное представление спектра различается, насколько больше здесь линии, насколько они сильнее, чем спектры нормальной звезды. Но в то же время важно заметить, что это именно поверхностный эффект, а в среднем по массе звезды химически-пекулярные звезды обладают нормальным химическим составом. То есть это чисто атмосферный эффект. Ну вот наиболее такая простая и естественная классификация, на самом деле их много разных было, но вот приведена здесь в виде цитаты из обзора Романюка 2007 года. И можно разделить химически-пекулярные звезды на две группы, магнитные и немагнитные, такой глобальный признак, то есть существование крупномасштабных магнитных полей и их отсутствие. И звезды различных подгрупп образуют температурную последовательность, диапазонный температур где-то от 7 до 20 тысяч кельвинов. И проходя по этой последовательности, соответственно, меняется и характер химической пекулярности. Ну вот в моем докладе акцент сегодня будет сделан именно на магнитные АПБП звезды, вот в этой табличке красным подсвечено. И характеризуются они главным образом очень значительными до пяти порядков в логарифме избытками содержания элементов железного пика и более тяжелых, и наличием крупномасштабных магнитных полей с напряженностями до 30 кГаусс. Вот здесь на этой картинке типичное распределение содержаний. Извините, по вертикальной оси у меня подпись куда-то исчезла, но здесь это содержание по отношению к солнечному. Ну вот видно примерно солнечное содержание легких элементов и вот такой резкий рост с увеличением атомного номера содержания. Это общие характеристики наблюдательной АПБП звезд на главной последовательности. Согласно современным представлениям, механизмом, приводящим к возникновению вот таких аномалий, является механизм селективной диффузии элементов в атмосфере, то есть в зависимости от характера взаимодействия с полем излучения атомы одного элемента либо тонут в атмосфере под действием гравитации, либо если обладают богатым спектром поглощения, то лучевое давление выметает их верхние слои. Эта модель была предложена МИШО в 70-м году, активно развивается с тех пор и достигла значительных успехов в объяснении данных наблюдений. Она позволяет воспроизводить наблюдаемые профили спектральных линий АПБП звезд, различные тонкие эффекты, как, например, разделение изотопов гелия кальция, а также подтверждает наблюдаемый тренд в зависимости от эффекта аномальных содержаний атмосферных от эффективной температуры. Вот здесь на рисунке показан пример расчетов Леблана с авторами 2009 года. По горизонтальной оси здесь оптическая глубина в атмосфере отложена по вертикальной содержанию элементов. И видно, что в области формирования линий наблюдается, особенно при низких температурах, такой выраженный скачок, то есть вертикальный градиент содержания, который, собственно, и приводит к наблюдательным спектральным проявлениям этого феномена. Также здесь вот график иллюстрирует температурную зависимость эффекта, то есть амплитуда скачка содержания гораздо больше при температуре 8000 кельвинов, нежели при 12000 градусах. Но это стационарная модель, а современные динамические модели, которые, например, предлагаются Алисианом и Штифтом, они позволяют делать предсказания о трехмерном, то есть как вертикальном, так и горизонтальном распределении в атмосфере звезды, обладающей крупномасштабным магнитным полем. Но надо сказать, что развитие этих теоретических работ сейчас идет, и, в принципе, для прямого сравнения с данными наблюдений, то есть исследованием вертикальных профилей стратификации, или же горизонтальному картированию с помощью доплеровских техник, требуется внимания к моменту согласования предсказаний теории этих наблюдений. Но понятно, что эффективная диффузия может реализовываться только в высоко стабилизированной атмосфере, то есть любые эффекты конвекции, перемешивания, например, за счет меридиональной циркуляции или микротурбулентности, они будут замывать вот этот градиент и содержание, которые формируются диффузией. И действительно важнейшими характеристиками АП-БП звезд является медленное осевое вращение и, как я уже говорил, наличие сильных магнитных полей. Здесь на графике показано из работы Апта и Морова 95-го года распределение проекционных скоростей вращения в Синусай для нормальных звезд вот это вот большое распределение и отдельно для магнитных АП звезд и АМ звезд с усиленными линиями металлов. И оно наглядно иллюстрирует то, что на самом деле медленное вращение химически популярных звезд не является следствием того, что они находятся просто в пласте Максовского распределения. То есть распределение по скоростям вращения бимодальное и в этом есть некая физическая подоплека, механизм, который приводит к потере углового момента АП БП звездами, так же, как и АМ. И в связи с этим вот важный вопрос, на который до сих пор нет однозначного ответа, это в какой именно момент звездной эволюции проявляются эффекты химической пикулярности. В свою очередь ответ на этот вопрос тянет за собой и решение проблемы потери углового момента, исследование вопросов генерации и роли магнитного поля в стабилизации звездной атмосферы, а также для теоретических диффузионных расчетов важной необходимостью являются наблюдательные ограничения на характерные времена диффузии. Ну и последний вот в этом моем небольшом списке вопрос отмеченный, это такой концептуальный вопрос, а если мы смотрим на фазу эволюции до главной последовательности, то все ли звезды ранних спектральных классов проходят фазу аккрецирующих АЕБЕ звезд Хербига, либо химически пикулярные звезды образуют отдельную эволюционную последовательность. Ну вот, для ответа на эти вопросы теперь можно обратиться к данным наблюдений, но сперва надо заметить то, что большинство известных в настоящий момент АП-БП звезд, это звезды, находящиеся на главной последовательности, звезды поля. Вот здесь показана диаграмма Герцгенгрессова и черными точками нанесены звезды из работы Печухова с авторами 2006 года. Видно то, что они занимают в общем-то всю полосу главной последовательности от начальной главной последовательности от отмеченной сплошной тонкой линии внизу до главной последовательности предельного возраста, после которой звезды уже уходят на ветвь гигантов. Тем не менее, еще 70-х годов, а может даже раньше, статистические исследования обзора с низким спектральным разрешением звезд в рассеянных скоплениях показали то, что химически пекулярные звезды встречаются также в довольно молодых скоплениях возрастом порядка 1 миллиона лет. Здесь на графике показано распределение частоты встречаемости химически пекулярных звезд в скоплениях различного возраста. Видно то, что в сторону более молодых возрастов, то есть влево число этих звезд падает, но тем не менее, даже в скоплениях возрастом несколько миллионов лет. Это Орион, молодая часть Ассоциации Скорпиона Центавра, там встречаются АП-БП звезды. Ну и вот последняя свежая работа Семенко с авторами по ревизии химически пекулярных магнитных звезд в обширной области звездообразования Ориона позволяет сдвинуть крайнюю левую точку в сторону еще меньших возрастов. В самых молодых подгруппах Ориона также встречаются АП-БП звезды. То есть из этого можно сделать вывод о том, что действительно эти объекты могут формироваться еще на стадии до главной последовательности. Но чтобы подтвердить этот вывод, мы должны перейти уже к рассмотрению индивидуальных объектов, потому что в силу быстрой эволюции массивных звезд, даже если скопление молодое, не факт, что индивидуальный объект будет находиться еще на стадии до главной последовательности. Поэтому, чтобы составить выборку премейн-секвенс химически пикулярных звезд, приходится детально исследовать параметры каждого индивидуального объекта. В связи с этим число премейн-секвенс АП-БП звезд, оно очень невелико, и всего их меньше десятка, и можно глобально разделить на две группы. Это звезды АЕБ и Ехербига с признаками околозвездных дисков и активной акреции, которые, тем не менее, демонстрируют пикулярность поверхностного химического состава. И звезды не акрецирующие члены молодых рассеянных звездных скоплений областей звездообразования, которые также обладают наблюдаемым АП-ПП паттерном. Вот здесь некоторые из этих звезд красными точками нанесены на диаграмму, и вот видно то, что на самом деле из-за того, что главная последовательность имеет определенную ширину, объекты главной последовательности черные на этом рисунке оказываются перемешанными с премейн-сиквен звездами, то есть для выделения именно премейн-сиквен АП в П-звезд приходится использовать дополнительные методы, такие как наличие активной отреции около звездных дисков, либо принадлежность к молодым областям звездообразования. Ну вот сперва я хотел бы обратиться к такой интригующей паре звезд, это звезды АЕ, Бея Хербега, В380 Ариона А и АК Скорпиона Б. Но здесь в верхних табличках я привел их базовые параметры, видно, что по эффективным температурам они довольно различаются, то есть В380 Ариона это горячая звезда Б-класса АК Скорпиона Б, она где-то промежуточна между звездами АЕ Хербега и массивными звездами типа Т-Тельса. Обе звезды демонстрируют медленное осевое вращение, обладают магнитными полями, это продольная компонента магнитного поля, довольно сильная В380 Ариона и слабенькая у АК Скорпиона Б. По положению на диаграмму Герстонга Рессела это премейн-секвенс звезды, то есть они еще не достигли начальной главной последовательности. Обе обладают дисками и демонстрируют эмиссионный спектр более богатый у В380 Ариона А. То есть по совокупности характеристик это классические молодые АЕ звезды Хербега. И вот на рисунках ниже показаны графики с распределением содержания определенных по анализу спектров этих звезд. Если обратиться к АК Скорпиона Б, здесь довольно сложный график из этой статьи, но надо смотреть на открытые квадратики. Это относится к этой звезде. Обе звезды демонстрируют умеренные избытки содержания, причем вот В380 Ариона А. Избытки присутствуют как для легких элементов, так и для элементов железного пика. Легкие элементы гелии, кислород, углерод, азот спектры АК Скорпиона Б. Легкие элементы демонстрируют околосолнечное содержание, а избытки начинаются от небольших в области элементов железного пика и элементов группы лантана. Вот здесь резюме, то, что я сказал, и возникает вопрос о механизме, приводящем к формированию вот этих избытков содержания. Важным аспектом является то, что эти звезды аккрецируют, а диффузия, она, в общем-то, конкурирует с аккрецией в качестве механизма, определяющего поверхностный химический состав. Долгое время вот это обстоятельство, оно служило таким весомым аргументом в пользу того, что химическая пикулярность проявляется только после того, как звезда выходит на главную последовательность. Аккреция прекратилась, обогащение поверхностных слоев звезды газом с нормальным околосолнечным химическим составом прекратилось, и спустя какое-то время диффузия сформировала вертикальный градиент содержания, который привели к образованию аномальных спектров. Но сейчас, когда мы глубже и, надеюсь, лучше понимаем процессы аккреции, мы знаем то, что это весьма нестационарный процесс, к тому же аккреционная эволюция, она тоже зависит от многих факторов, и ее нельзя однозначно привязывать к какой-то временной шкале. Поэтому вот этот вопрос, он, как мне кажется, заслуживает специального внимания, но в недавней истории исследований было мало, что сделано на этот счет, поэтому мне вот приходится ссылаться на работу Таркотта и Шербанэ 93-го года, которые как раз-таки промоделировали, их, правда, интересовали звезды типа лямбда Ла-Паса, поэтому они вот взяли единственное значение эффективной температуры для своих моделей, но они промоделировали как вот будет вести себя поверхностный химический состав присутствие как селективной диффузии, так и активной аккреции. Но основные выводы из их моделирования то, что при темпе аккреции превышающем 10-13 масс Солнца в год, а это отмечу даже нижняя граница характерных темпов аккреции молодых звезд. Даже нижняя граница для звезд типа Тетельса, ЕБЕ звезды Хербига аккрециируют с темпами на несколько порядков большими. Но даже при темпах аккреции превосходящих 10-13 масс Солнца в год поверхностно-химический состав полностью определяется составом газа аккрециирующим на звезду. Если рассмотреть эпизодическую аккрецию, то есть аккрецию некого облака в течение короткого интервала времени, то после его падения в течение примерно миллиона лет сохраняется память об аккреционном эпизоде, то есть поверхностный химический состав в его формировании начинает доминировать диффузия, но тем не менее остается сглаженность градиентов содержания, которые диффузии формируются. Я здесь хотел бы кратко проиллюстрировать графиками цитированной работы Таркот и Шербанэ. Они проводили расчеты для ряда элементов. Наиболее показательно это кальций, которые лучевым давлением как раз выметаются в верхние свои атмосферы, и титан, который в стабилизированной атмосфере опускается вглубь под действием гравитации. По вертикальной оси здесь отложена концентрация по отношению концентрации в основании конвективной зоны, которая довольно слабенькая, но есть в таком диапазоне эффективных температур. И в их моделях они аккоррицировали газ, объединенный металлами, то есть отношение С к С0 здесь для аккоррицированного газа это одна десятая. Ну и вот здесь на этом графике показана на верхней панели модель панеля как раз без аккреции и значит видно, что селективная диффузия приводит к появлению избытков кальция в области формирования линий. Случаи же аккреции превосходящей вот как раз 10-13 массы Солнца в год эффекты диффузии не наблюдаются, а химический состав после аккрецирования вот этого облака на звезду он начинает соответствовать составу аккрецированного газа, то есть вот как раз таки графики здесь выходят на ту самую одну десятую, которую задает начальный химический состав аккрецированного газа. для титана ситуация обратно, то есть он уходит вглубь атмосферы в их модели, но точно так же при значительном темпе аккреции все определяется химическим составом аккрецированного газа. А вот на этой нижней паре графиков как раз таки показана эволюция химического состава при эпизодической аккреции линиями разных типов показаны различные продолжительности аккреционного эпизода. Ну и на обоих графиках в общем-то можно прочитать, что в случае эпизодической аккреции существует некоторый таймлак между тем, как вещество аккрецированное перемешивается в звезде и химический состав начинает определяться диффузией, но таймлак это составляет порядка миллиона лет. Таким образом, резюмируя эту часть доклада, я хотел бы заметить, что для интерпретации этих интригующих наблюдательных данных по химически популярным звездам Хербига крайне желательно подобные расчеты в большем диапазоне эффективных температур и также с учетом ветра, который, как мы знаем, играет значительную роль в формировании поверхностного химического состава. В то же время реализация вот этого механизма конкурирующего аккреции диффузия, она возможна при эпизодической аккреции, то есть она может объяснять на поздних стадиях аккреционной активности наблюдаемые паттерны у химически популярных звезд Хербига. Ну и также надо держать в голове то, что могут быть и альтернативные механизмы, такие, как, например, селективная аккреция ионов при наличии сильной магнитосферы у звезды, предложенные еще в начале 70-х годов этими авторами. То есть область это очень благодатно и заслуживает дальнейшего развития. Теперь я хотел бы подробнее остановиться на паре объектов, исследованных в наших работах с коллегами из Анасана. Это АП-БП-звезды, расположенные в молодых областях звездообразования возрастом порядка 1 миллиона лет. Это не аккрециирующие объекты, но принадлежность к областям звездообразования, сохраняющаяся наблюдательная связь с родительским молекулярным материалом, позволила заподозрить то, что они являются также и премиум с объектами, то есть находятся на стадии эволюции до главной последовательности. Это звезда БД плюс 30 градусов 549 и Ликаш Альфа 324 Б. Вот здесь кратко резюмированы их параметры, все они относятся к довольно близким областям звездообразования, молодым, и вот химическая популярность была заподозрена, но подробно не исследовано, предшествовавших работу. На основе спектра высокого разрешения мы определили параметры атмосферы этих звезд методом спектрального синтеза и одновременной аппроксимации спектрального распределения энергии, что вот созвучно вчерашнему докладу Юрию Пахому позволяло определить также и величину межзвездного поглощения. Ну вот БД плюс 30 549 это довольно горячая звезда спектрального класса Б. Ну вот она обладает медленным осевым вращением, фактически ее уширение линии в ее спектре определяется инструментальным профилем, но по неполяризованному спектру, по магнитной интенсификации линии нам удалось наложить только верхнее ограничение на возможное магнитное поле это 1 кГц, то есть если магнитное поле есть, оно меньше этой величины. Важной особенностью является наличие инфракрасного избытка прослеживаемого в спектральном распределении энергии, которое аппроксимируется чернотельным излучением с температурой примерно 200 кельвинов и свидетельствует о наличии у звезды около звездного диска, правда с выработанной внутренней полостью, то есть поскольку нет акреции, нет ближнего инфракрасного избытка в полосах GHK, то пыль отстоит от звезды на несколько десятков астрономических единиц, диск это не аккреционный, а вот по современной классификации это либо переходный, так называемый переходный, либо остаточный диск. На диаграмме Гершпанга-Рессова звезда лежит в конце своего премайн-секвенс эволюционного трека вблизи начальной главной последовательности и в среднем оказывается несколько более старой, чем основная масса маломассивных звезд вот в этой области звездообразования НЖЦ 1333. Распределение содержания в атмосфере БД плюс 30 549 показано на этом графике. В общем-то оно типично для так называемых гелия ВИК звезд. Большинство элементов находятся в легком дефиците гелии даже не в легком а в сильном дефиците но ряд элементов таких как кремний железо кальция и фосфор они оказываются в избытке причем значит наблюдается такая интересная кремний 2 кремний 3 аномалия в спектре этой звезды которая состоит в значительной около порядка разницы содержания определяемой по линиям двух стадий ионизации кремния также в профилях линии наблюдаются такие эффекты как различные содержания которые дают ядра и крылья сильных линий кремния и магния это может являться следствием как НИЛТР эффектов так и вертикальный градиент содержания в атмосфере вот Людмила Ивановна провела НИЛТР анализ для линий трех элементов спектра БД плюс 30 549 ну вот для магния и кальция были определены умеренные НИЛТР поправки а анализ линии кремния предположение отклонений от ЛТР позволил гораздо лучше воспроизвести линии образующиеся на промежуточных оптических глубинах вот здесь показан пример аппроксимации профилей ЛТР пунктирной линии НИЛТР сплошная но тем не менее даже учет НИЛТР эффекта все равно оставил вот эту кремния 2 кремния 3 аномалию порядка половины порядка логарифм спасибо другой возможность объяснения этих эффектов это стратификация элементов в атмосфере звезды стратификационный анализ позволил получить хороший профиль вертикального содержания для железа и для магния для кремния этого не получилось и сравнение с теоретическими расчетами Левлана с авторами показанной пунктирной линии показывает качественное согласие хотя и сдвинутые по оптической глубине в атмосфере и в то же время градиенты содержания в атмосфере БД плюс 3549 оказались более крутыми чем для даже чуть меньше эффективной температуры в модельных расчетах может быть это является следствием эволюционных эффектов кроме вертикальных градиентов содержания фотометрическая переменная звезды показывает существование температурных пятен на поверхности что в общем-то характерно для АП БП звезд и таким образом для полноценного моделирования линий в спектре звезды надо учитывать трехмерное распределение элементов в ее атмосфере Анализ фотометрической переменности позволил подтвердить также то что звезда является действительно медленным ротатором период ее осевого вращения это 123 дня это хорошо согласуется с тероскопическим определением V-sinus-i то есть мы наблюдаем звезду не с полюса это не эффект проекции а действительно она либо потеряла либо не приобрела угловой момент еще на премьер секенс вот следующий объект это звезда Ликошальфа 324b в облаке L-988 вот она здесь на поломарской карте показана подсвечивает отражательную туманность замечательной особенностью этого объекта является то что она по всей видимости источник молекулярного истечения и оптического джета это в общем-то встречается среди АЕ звезд Хербига но не так часто как среди звезд типа Тельса вот аналогичной методикой были определены параметры атмосферы звезды проекционную скорость осевого вращения у нее побольше чем у предыдущего объекта но она точно также демонстрирует выраженный средний инфракрасный избыток а ближнего инфракрасного избытка нету то есть внутренняя область диска у этого объекта десипировала но сам по себе диск присутствует ну и вот наличие джета вот он здесь на рисунке показан это узкополосный обзор этой области вот цитированные здесь работы вот звезда а вот здесь линии показана ось предполагаемого оптического джета окружочками объекта Хербига наличие джета и магнитная интенсификация линии в спектре звезды позволили оценить ну точнее наличие джета это косвенный признак а вот магнитная интенсификация позволила оценить напряженность усредненного поверхности звезды магнитного поля в 3,5 килогаусса и этот результат в общем-то был подтвержден спектрополириметрическими наблюдениями здесь я делаю отсылку к сегодняшнему докладу Илье Якунину там он надеюсь расскажет поподробно таким образом Ликаш Альфа 3024B по всей видимости недавно испытала период аккредиционной активности или по крайней мере активности связанной с истечением раз мы наблюдаем у нее джет ну а наличие магнитного поля говорит то что вот в то время она была магнитной поездой Хербига на эволюционном треке она находится на премьер секвенс треке вблизи предпоследнего минимума светимости который связан с началом горения ЦНО цикла несмотря на вот такую близость звезды начальной главной последовательности ей во временной шкале осталось порядка 20% времени даже больше чем 20 около 25 от всего времени премьер секвенс эволюции чтобы преодолеть вот этот вот последний участок начальной главной последовательности то есть звезда еще сжимается она является действительно премьер секвенс звездой точно так же она демонстрирует вращательно-модулированную фотометрическую переменность и вот оценка экваториальной скорости осевого вращения в 49 км в секунду в общем-то в три раза меньше медианной скорости экваториального вращения для А звезд главной последовательности здесь сверху показан график распределения содержания элементов в атмосфере Ликош Альфа 3024 Б сравнение вот уже эту звезду я показывал на одном из первых слайдов звезда HD 170 973 но вот виден в общем-то общий тренд то есть распределение содержания спектра вот этой молодой АП-звезды оно похоже на распределение спектра достоверной АП-звезды главной последовательности но если сравнить это с большим с большей статистикой вот приведенной в работе Рябчиковой и Романовской 2017 года то для отдельных элементов железа хрома неодима и празиодима величины содержания в атмосфере Ликош Альфа 324 Б согласуется с общим ходом распределения содержания вот в этой генерализованной выборке АП-БП звезд главной последовательности то есть таким образом по совокупности вот этих факторов можно заключить то что как и в случае Ликош БД плюс 30 549 именно селективная диффузия является основным механизмом формирующим наблюдаемый паттерн содержания но времени у меня осталось 5 минут здесь такими широкими мазками мои заключительные замечания но я хотел бы наверное два акцента сделать то что во-первых механизмы формирования паттернов содержания у звезд на стадии эволюции до главной последовательности могут быть различными но селективная диффузия в ряде случаев играет определяющую роль то есть она может эффективно действовать не только после выхода на главную последовательность а факторы определяющие выбор механизма и временные шкалы их проявлений это определяется во многом наличием около звездного диска характером его эволюции а также наличием и временем формирования это важно крупномасштабного магнитного поля звезды но дальнейшие исследования они понятно требуют расширения выборки то есть заполнения эволюционной последовательности различными объектами ну и также определенных шагов по моделированию для объяснения тех эффектов о которых я рассказываю спасибо за внимание ну вот в частности вопрос о том что звездный ветер влияет на поверхностный химический состав вот у гелий рич звезд именно звездным ветром объясняется то что гелий выносится в верхние свои атмосферы хочу поговорить ну ладно пожалуйста скажите а вот сколько таких вот химическим знаний аэббе звезд с аномальным химическим 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 сколько известно аэбе звезд хирбега с аномальным химическим составом ну в общем-то по пальцам одной руки пересчитать да баре спасибо очень интересно я с удовольствием с вами обсудим после какие-то части могут превращаться об этот звезд когда возникает магнитное поле или когда целяется пара статистическое превращается ли аэбе звезды хирбега магнитные популярные звезды на главной последовательности и и когда проявляется сильное магнитное поле значит ответ по-видимому да то есть хотя ну вот здесь желательно увеличение статистики для более уверенного ответа на этот вопрос то есть те магнитные звезды хирбега о которых я говорил они показывают гораздо более сглаженная аномалия химического состава чем звезды без акреции но это в определенной степени объяснимо но трудно сказать что произойдет вот при выходе на главную последовательность этих магнитных аэбе звезд хирбега то есть может после прекращения акреции диффузия она быстро выработает сильные аномалии химического состава и все станет хорошо может это все-таки разные ветки эволюционные то есть может быть именно изначально наличие крупномасштабного магнитного поля вот на самых ранних сильного поля этапов эволюции определяет быструю диссипацию внутреннего диска и дает диффузии больше времени для формирования поверхностного химического состава то есть это очень важный вопрос и пока определенный ответ трудно дать на мой взгляд спасибо поговорим немножко о том что такое ЛТР не ЛТР надо ли его использовать ну и немножко вспомним что это такое потому что термин многие слышали но не многие помнят когда мы определяем хим состав звезды большинство исследователей используют очень сильное такое предположение о локальном термодинамическом равновесии то есть что это такое у нас населенность уровня в атоме зависит только от локальной температуры и определяется формулой Больцмана все после этого мы имея населенность верхнего нижнего уровня рассматриваемой линии можем посчитать коэффициент прозрачности но издав модель атмосферы то есть температуру логарифм уже эффективную посчитать профиль линий сравнивать с наблюдениями подогнать и все задача решена но кто занимается определением химисостава знает насколько это непросто и сколько там подводных камней а скорее даже рифов однако к нашему счастью это предположение действительно реально работает в большинстве случаев но если мы например попробуем определить содержание натрия по линиям в оптической части мы обнаружим что содержание получаемое по линиям разных мультиплетов совершенно не согласуется между собой и никакими моделями атмосфер мы не можем их свести как к одному то же самое касается серы то же самое касается кислорода и ряда других элементов это вот получается потому что у нас возникают так называемые эффекты отклонения от ЛТР на самом деле у нас населенности уровень зависит не только от температуры но и от плотности частиц а самое главное от поля излучения это написано уравнению статравновесия собственно говоря у нас населенность зависит от радиативных извините назад а как назад стрелочками стрелочками вдруг сейчас у нас радиативные скорости зависят от интенсивности излучения а ударные скорости зависят от концентрации частиц получается так что радиативные скорости у нас разбалансируют выводят его из состояния локального термогического равновесия а ударные скорости стараются его привести в это состояние и когда у нас плотная среда например линия образуется глубоко в атмосфере как правило там у нас все нормально ЛТР можно использовать классические методы а вот иногда мы вынуждены применять использовать не ЛТР при этом у нас радиативные скорости зависят от поля излучения именно им получается будут определяться населенность уровней атомов у нас населенности уровней атомов определяют коэффициенты непрозрачности определяют поле излучения круг замкнулся и мы должны решать очень большую задачу куда у нас входят в идеале все уровни атома все переходы между ними в оптике радиативные и все ударные процессы между ними естественно мы это в полной степени не можем сделать и вот мы создаем некую такую модель атома здесь мы упираемся на набор уровней перехода между ними ударные скорости сечения фото ионизации здесь мы упираемся в то что у нас категорически не хватает атомных данных но не хотят физики на нас работать им не интересно считать сечения фото ионизации им не интересно заниматься расчетами сил осцилляторов и наша задача как раз отобрать наиболее ну как перерыть большое количество литературы данных отобрать создать модели атома и главное потом его тщательно протестировать не совершили ли мы ошибку потому что например когда мы применяем какую-нибудь приближенную аппроксимацию вот например водородоподобное приближение которое мы часто применяем когда мы ничего не знаем о сечении фото ионизации вообще и если для натрия это более или менее похоже то например для серы оно близко не лежит его нельзя водородоподобным приближением описывать после того как мы создали модель атома мы должны таким образом тщательно протестировать обязательная проверка на спектре солнца это самая близкая звезда лучше всего спектр мы лучше всего знаем модель атмосферы после чего мы должны это дело протестировать на ряде хорошо изученных звезд в том числе с дефицитом металлов и в анализ необходимо чтобы входили линии разных мультиплетов в ультрафиолете в видьмой области в инфракрасном диапазоне и все они должны давать нам примерно одно содержание элементов в результате в пределах точности сил осцилляторов если модель где-то начинает отклоняться значит мы неправильно ее сделали необходимо ее переделывать возвращаться назад и при этом содержание по разным степеням ионизации должно согласовываться между собой в результате когда у нас если модель адекватна то вот например синими точками это не ЛТР при не ЛТР подходе содержание серы розовыми это при ЛТР как мы видим синие у нас выстроились в одну линейку и показывают практически одно содержание в то время как при ЛТР по подходе мы не можем согласовать между собой линии разных мультиплетов справа это линии кислорода запрещенная линия на 6300 которая не подвержена не ЛТР эффектам и с тем же самым содержанием как мы видим красным линия инфракраса снова триплета солнце прекрасно описывается в то время как зеленым нанесено то же самое содержание при ЛТР подходе линии гораздо становятся ниже меньше попробуем проиллюстрировать необходимость применения не ЛТР подхода для ряда элементов в частности атом меди долгое время мы не имели возможности делать не ЛТР расчеты для атома меди просто не было атомных данных не было ни сечения фотофотонизации не было сил осцилляторов для большинства переходов и все расчеты делались в ЛТР по подходе при этом еще и дело усложняется тем что у звезд дефицита металлов остается только две резонансные линии в анализе в близком ультрафиолете на 3,250 результаты которые получились вот они зелеными точками нанесены показывали огромный дефицит относительно дефицит меди относительно железа у звезд дефицита металлов то есть они доходили на самом деле до минус полутора если еще мы продлим специалисты которые занимаются нуклеосинтезом и химоволюцией галактики придумывали вот разные особые методы обогащения чтобы это дело объяснить и вот в частности то что вот предложила Кабояши ее трек там она особые методы вводила чтобы добиться такого дефицита и все равно не получалось в четырнадцатом году наши китайские товарищи Лио и компания посчитали большое количество атомных данных для меди мы сделали модель атома постарались ее тщательно протестировать наверху это наши линии на солнце как они описываются точечками это ЛТР то есть в резонансных линиях это вылезает хромосфера у субординатных линий мы видим что ЛТР подход дает более глубокий профиль чем надо при этом не ЛТР по поправке на солнце у меди достаточно маленькие там три сотых от рёда тринадцати сотых декс однако эти не ЛТР поправки очень сильно начинают расти по абсолютной величине и в частности вот внизу показаны профили линии для звезды с металличностью минус 1,8 как мы видим они опять-таки очень хорошо описываются при не ЛТР подходе ЛТР профили тоненькими линиями получаются слишком сильные при том же содержании и не ЛТР поправки для резонансных линий возрастают до минус 0,2 а для субординатных они возрастают практически до минус 0,5 ну вот а давайте я договорю а потом вы задаете вопрос дальше эту модель мы протестировали по также по звездам с дексицитом металлов и с учетом линии в далеком ультрафиолете по наблюдениям с Хаббла как мы видим не ЛТР поправки очень резко растут с уменьшением металлически эти звезды после того мы определили содержание меди для 14 звезд для светов металлов для 6 звезд при этом мы определяли еще и ЛТР содержание по линиям Купрум-2 в ультрафиолете тоже по наблюдениям с Хаббла линии ну линии у Купрум-2 образуются ну с большой долей вероятельности в ЛТР то есть там нету нету сильных не ЛТР эффектов нами было получено вот получен следующий результат сплошные символы это по ну не ЛТР Купрум-1 открытые символы это по Купрум-2 видно что они неплохо согласуются между собой на самом деле с точностью до сил осцилляторов и честно говоря по подгонке континуума в ультрафиолете ну вот и мы видим насколько сильно это отличается от предыдущих ЛТР результатов наши китайские товарищи в свою очередь сделали модель атома меди и применили ее к значительному количеству звезд это их вот коричневые кружки видно что их не ЛТР поправки ниже меньше чем наши они как раз очень хорошо ложатся на трек Кабояши и возникло впечатление что мы слишком сильно ну как наши не ЛТР поправки сильно завышены по величине но дальше они в 22 году пересмотрели свою модель я даже знаю какие они исправили у себя ошибки и получили вот эти синие точечки они прекрасно повторяют наш результат но опять-таки в пределах наших там точности параметров атмосфер и таким образом мы видим что использование не ЛТР подхода категорически меняет взгляд на химоволюцию галактики меди и собственно говоря медь это третий элемент от железа он не должен не должно быть такого кардинального отличия между нуклеосинтезом у меди и у железа все-таки они должны быть более сходны и наши результаты наши китайцы прекрасно это доказывают то есть дефицит становится весьма умеренным минус 0,3 минус 0,4 вполне нормально иногда складывается впечатление что не ЛТР эффектом подвержены только очень сильные линии которые образуются высоко в атмосфере где плотность частиц мало ударной скорости не в состоянии вернуть атом в ЛТР однако вот на примере атома рубидия мы убедились что это не всегда так когда к нам когда ко мне обратился Карл Саби и сказал надо сделать модель атома рубидия там и на солнце постоянные различия небольшое но постоянные линии рубидия резонансные очень хорошо померены в лаборатории сил осцилляторов на удивление там одна десятитысячная точность и постоянные различия с метеоритами в районе 0,1 0,15 цидек а на солнце эквивалентные ширины всего лишь 3,7 миллион к стриму то есть ожидается что они точно в ЛТР как оказалось что таки не ЛТР влияет модель атома рубидия очень исходна с моделью калия эффекты те же самые получается сверх рекомбинация и когда мы сделали свою модель посчитали у нас полностью сошлось 2,35 у нас 2,36 метеоритная при этом собственно говоря сами величины не ЛТР поправок могут быть весьма значительными особенно для звезд гигантов на примере рубидия можно показать насколько важно использовать точные квантовые механические расчеты слева это у нас не ЛТР поправки с использованием ударных скоростей с водородом рассчитанных петербургской группой Якулевым Беляевым а справа это использование аппроксимации Дравина которую мы вынуждены зачастую использовать когда мы ничего другого не знаем и как мы видим что для холодных карликов сплошная линия разницы может достигать почти 0,2 ДЕКС данная модель была применена к разным наборам звезд в частности вот видно это у нас ЛТР это не ЛТР не ЛТР убирает некоторый дефицит рубидия для ярких гигантов холодных и уменьшается разброс другой интересный результат иллюстрации как атомные данные точно влияют на не ЛТР расчеты это вот мы сделали модель атома бериллия бериллия тоже очень мало в атмосфере в анализе можно использовать только две линии которые лежат опять-таки в ультрафиолете и содержание бериллия 1 бериллия 2 примерно одинаково паритетно в спектре в атмосфере солнца концентрации при этом возникает такой конкурирующий эффект что у бериллия 1 есть эффект сверхоонизации то есть идет перекачка атомов в состоянии бериллия 2 то есть линии усиливаются но при этом в системе бериллия 2 идет перекачка на верхние уровни возбужденные и при этом линии ослабляются и у солнца предыдущие исследователи которые модели атома бериллия строились в 90-х годах и все получали что эти эффекты компенсируют друг друга собственно не лтероэффекты внутри атома есть но мы их никак не видим линии такие же как и при лтер подходе мы собрали в Альмении самые свежие данные оказалось что-таки сверхоонизация бериллия 1 несколько превалирует и вот это небольшое различие которое возникало у предыдущих исследований между содержанием на солнце и содержанием у метеоритов прекрасно убралось ну как 1.31 и 1.32 то есть лучше не бывает хотя при этом собственно говоря вот например это не лтер поправки посчитанные у звезд с большим дефицитом металлов ну это для фирм каш минус 2 как мы видим не лтер поправки могут быть как отрицательные так и положительные и достигать величину плюс-минус 0.3 то есть они весьма большие аналогичная картина то есть необходимость использования не лтер подхода крайне важна для исследования содержания углерода азота кислорода у всех этих элементов есть очень сильные хорошие линии удобные для исследования которые находятся в ближней инфракрасной области от 7500 до 9500 они сильные красивые не блендированы и при этом все очень подвержены не лтер эффектам вот в частности для не лтер эффекты для азота они быстро возрастают особенно с сроссом эффективной температуры то есть азот вообще нужно делать только в лтер у углерода есть линии в видимой области очень хорошие линии витаминокрасной но у которых колоссальные не лтер эффекты это темные кружки это не лтер светлые результаты в лтер при этом при правильной модели мы получаем вполне себе хорошее широкое состояние все линии прекрасно описываются одним содержанием что видно внизу аналогичная картина у кислорода о чем я уже говорил вот там запрещенные линии инфракрасной триплет при этом у инфракрасной триплета не лтер поправки могут достигать грубо говоря полутора декс когда мы имеем надежно определенные содержания ЦНО это нам позволяет определять эволюционный статус звезды ну претерпела ли она там ферридж ап были ли вынесены продукты нуклеосинтеза на поверхность и так далее тут приведены разные результаты это в частности для красных гигантов мы можем строить разного рода диаграммы и таблицы и по этим диаграммам сравнивая с эволюционными треками ну а какая была изначальная скорость вращения звезды по последним то же самое что ЦНО мы определили для ряда эролерид для азота это было вообще сделано впервые ну азот у них был определен вообще впервые и как и предполагалось азот у них в избытке углерод в недостатке кислород показывает то же самое распределение как и звезды гала то есть эти звезды такие претерпели или тоже у них вынесено продукты цену цикла незавершенного на поверхность которое видимо произошло на предыдущей стадии эволюции собственно говоря таким образом я надеюсь показалось что для линий некоторых атомов надо применять только не ЛТР подход и с тщательно протестированными моделями атомов то есть ЛТР это можно сравнить с роялем который всегда готов чтобы на нем играли а не ЛТР это скрипка которую надо всегда немножко подстроить и гораздо труднее играть ну один раз температура плохая скорее всего влажность я вам вопрос тоже я вам вопрос и покажу разность поправок то есть примерно 2 отец это сравнение с теми для любви сравнение с не ЛТР поправки у меня другой подход не сам говоришь здесь линии которые ЛТР это не содержание может быть использование для массового удивления вот эти линии будут более эффективными да понятно ну в общем ситуация такая что а я не могу дословно уже потому что он длинный получился все вопросы я постараюсь покороче вот использование разных разных типов атомных данных приводит к разности в определении химсостава примерно 0,2 декс они сравнимы для некоторых элементов с поправками за не ЛТР так вот удобнее ли использовать для массовых определений химсостава те линии которые ЛТР дают разумное содержание безусловно именно так это и предполагается о чем я там на одном из первых слайдов и было что использование плохой модели атома и плохих не ЛТР расчетов может привести к значительно большим ошибкам чем нормальные использования ЛТР при ЛТР хорошо отобранных линий но и как правило мы люди исследователи и используют ЛТР подход однако для некоторых атомов у которых мало линий мы просто вынуждены нам нет ничего другого отрубить кроме двух линий ничего нет они слабенькие и мы должны использовать их и должны соответственно как раз очень ответственно относиться к отбору атомных данных а потом к тестированию моделей чтобы наши результаты были действительно правильные а эффекты могут быть очень разные здесь просто сказал что зачастую использование формулы Дравина это очень приближенное мы ее используем когда ну совсем мы ничего не знаем и как раз дальше начинаем подгонять при тестировании модели а надо заставлять физиков чтобы они нам это дело считали и мы с удовольствием будем засовывать это дело в свои модели и рассчитывать у меня вопрос о замечании Сергей замечательный доклад но я все-таки хочу заступиться за физиков это неправда что физики не хотят считать они хотят считать я три года была президентом комиссии по атомным глинарным данным я точно знаю что они хотят но у них тоже есть свои проблемы в общем мы должны сотрудничать с ними если вам какие-то данные нужны вы должны найти человека который это может сделать взять его и все будет хорошо ну так оно и получается именно поэтому находим следующий доклад тоже дистанционно Беляев Андрей Константинович и Воронов Ярослав Федеринститута Менгерцена Санкт-Петербург ну такое специфическое название доклада прочитайте пожалуйста Андрей Константинович Добрый день я надеюсь меня слышно да слышно замечательно ну во-первых я хочу поблагодарить организаторов конференции за возможность выступить и рассказать и двух предыдущих докладчиков которые пояснили зачем нужны наши вот расчеты то чем мы занимаемся в частности столкновение атомов и ионов различных химических элементов с водородом ну и ответить на вопрос который 10 лет назад мне на одной конференции задали что если модель дроуина неправильно а она неправильно и дает погрешность плюс-минус 4 порядка по величине то что же делать какие данные использовать ну вот за эти 10 лет мы продвинулись в этом направлении и цель сегодняшнего доклада дать краткое пояснение какие методы за эти 10 лет были разработаны и как надо относиться к точности тех величин которые в общем-то вот предлагаются в различных работах кстати про изотопы лития у нас с Ярославом статья недавно была мы исследовали изотопрический эффект столкновения лития с водородом так что может быть это как-то может помочь вот главное что я хотел бы сказать что конечно существует теория столкновения развивается давно уже практически 100 лет и существуют различные методы но опыт показывает что наиболее эффективным способом исследования атомных столкновений является подход Бурна-Опенгеймера который разбивает задачу на два этапа на расчеты электронных структур молекул при фиксированных ядрах и второй этап неодиаблотическая ядерная динамика но проблема состоит в том что до недавнего времени ну примерно 2010 года конечно много работ и много процессов были исследованы но физики очень тесно сотрудничают особенно теоретики сотрудничают с экспериментаторами а экспериментаторы могут померить только сечение для избранных каналов поэтому физики исследовали старались максимально точно исследовать один или два перехода и сравнить с экспериментом вот и когда я был вовлечен вот в эту деятельность расчеты данные для астрофизиков то я осознал что на самом деле требуется огромное число парциальных процессов поэтому за эти 10 лет стояла большая задача чтобы сочетать найти компромисс между точностью квантовых подходов и большим числом парциальных процессов которые доходят до миллионов с участием возбужденных состояний для того чтобы выдать достаточно достоверные данные ну и в этом направлении как я сказал вот в рамках подхода Борна-Оппингеймера на первом этапе надо решить квантово-химическую задачу то есть рассчитать потенциалы и маточные элементы неодиабатических взаимодействий для этого были вот использованы нашей группой вот эти вот методы которые тут перечислены на этом слайде в порядке уменьшения точности самыми точными являются методы вариационные метод хард-рефлока мальти-референс конфигурейшн интеррекшн и так далее но расчеты этими методами одной молекулы которая потом будет использована для атомных столкновений занимают месяцы а то и годы поэтому были разработаны ряд других методов метод псевдопотенциалов достаточно эффективно работает полуэмпирические методы включая симптотические и определенные методы которые позволяют оценить те потенциалы которые нам понадобятся для исследования ядерной динамики ну а на втором этапе да а вот что такое расчеты электронной структуры вот на этом слайде приведены и проведена электронная структура натрий с водородом и вот тут видно что во-первых есть синглетные состояния молекулы есть триплетные состояния и термы разные совершенно потенциалы для того чтобы рассчитать динамику нам понадобятся матричные элементы неодиабатических взаимодействий которые вот для радиальных приведены на этом слайде и на этом и тоже видно что совершенно разные ситуации встречаются нужны радиальные вращательные кориолюсовые матричные элементы неодиабатической связи и здесь они тоже разные то есть на самом деле ситуация такова что каждая молекула то есть каждая пара столкновений требует своего особого рассмотрения хотя конечно удается найти какие-то общие закономерности ну а на втором этапе необходимо вот исследовать ядерную динамику и тут существуют тоже строгие квантовые методы стационарные нестационарные полуклассическое приближение методы классических траекторий методы прыгающих или ветвящихся токов вероятности которые позволяют эффективно учитывать большое число рассматриваемых каналов ну и с другой стороны вот самая последняя строчка упрощенный метод который позволяет оценить общие найти общие закономерности и сделать предварительные оценки требуемых константской растей ну а вообще я конечно не собираюсь вас грузить формулами но основная идея состоит в том что надо решить систему связанных дифференциальных уравнений вот уравнений средних геростационарных на первом этапе рассмотреть электронные гамильтониан найти адиабатические электронные вогновые функции а потом записывается система связанных дифференциальных уравнений и вся задача разбивается на том чтобы решить эту систему дифференциальных уравнений и в области взаимодействия то есть при маленьких межъединенных расстояний необходимо учитывать вот эти вот матричные элементы неодиабатические связи которые обеспечивают неодиабатические переходы а информацию о рассеянии надо взять на бесконечности вот и в итоге реализовав эту программу строгие расчеты тоже занимают месяцы и годы можно рассчитать вот как для магния с водородом например здесь приведены различные сечения для процессов столкновения в зависимости от каналов рассеяния переходов ну а зная сечения можно рассчитать константы скорости конечно это все выражается в числах каких-то но наглядным является вот такая такое представление графическое представление константской растей то есть это каждая клеточка означает свой парциальный процесс какой-то например из второго состояния в третье состояние а цвет в соответствии с этой таблицей говорит о увеличении константы скорости того или иного парциального процесса ну и видно что самые большие константы скорости соответствуют вот этому красному красным квадратикам которые соответствуют нижней строчке а это есть нечто иное переход из ионного состояния в ковалентное состояние то есть это процессы взаимной нейтрализации то есть видно что процессы взаимной нейтрализации принимают наибольшее значение и они должны достаточно быть важны при построении модели атмосферы звезд но и оказывается что взглянув на такую картинку можно найти общей закономерности почему вот эти вот парциальные процессы имеют наибольшую величину а все дело в том что если мы разложим вот эти вот нарисуем эти константы скорости как функции от энергии столкновения то они все более-менее хорошо даже точные квантовые расчеты влажаться на вот эту вот одну кривую а эта кривая это есть не что иное как упрощенная модель базирующаяся на модели Вандао-Зиммера и она является универсальной для всех столкновений ну с какой-то погрешностью конечно и поэтому видно что в каких-то до каких-то состояний константы скорости имеют наибольшее значение и можно определить величину вот этого наибольшего значения константы скорости и затабулировав эту константу что мы сделали то можно получать оценки для моделей взаимной нейтрализации ну и для других парциальных процессов в том числе а для других парциальных процессов уже вот эта вот зависимость является не одной функцией от одной энергии а зависит от двух энергий энергии начального энергии связи электроны в начальном канале и в конечном канале вот это одна и та же поверхность просто с разных сторон и эти поверхности тоже универсальны андрей константинов две минуты да да а у меня часы показывают что были больше ну хорошо но я не могу удержаться чтобы сказать что не все так гладко в теории столкновений и существует такая проблема которая связана с тем что неодиабатические переходы вот как было написано в системе связанных уравнений вот я здесь ее повторил переходы осуществляются там где вот эти матричные элементы неодиабатической связи отличные от нуля тогда переходы могут происходить оказывается что если все делать честно и аккуратно в рамках подхода Борна Оппенгеймера то вот эти матричные элементы неодиабатической связи остаются ненулевыми на бесконечности то есть как бы далеко не разлетались частицы атомы везде остаются ненулевые вот эти матричные элементы неодиабатической связи которые можно аналитически оценить вот по этой формуле это означает что переходы неодиабатические происходят при бесконечном разведении ядер, что, конечно, выглядит странно и не физично. А самое главное, что легко понять, что это приведет к тому, что сечение таких процессов, вот как тут приведено на примере лития с натрием, будет неограниченно возрастать, потому что сечение определяется вот этой формулой, это есть сумма по бесконечному числу парциальных волн. И так как это бесконечное число, а сечение, а вероятность тени диабетических переходов отлична при любых расстояниях, то вот этот бесконечный ряд, то есть бесконечность дело опасное. Там можно получить все, что угодно, и получить бесконечно большие величины. Вот сечение и такие приводят. То есть я к тому, что когда вы пользуетесь какими-то данными, то полезно посмотреть, а с какими методами получены эти данные и насколько вообще говоря они точны. Ну и вот вроде как такой парадокс получается, что мы стараемся рассчитывать очень точно все, учитывать максимально много эффектов, а в итоге получается, что строгий квантовый расчет дает совершенно не физический результат, бесконечно большие процессы. Но мы, конечно, работаем в этом направлении и разработан такой метод перепроецирования, который вот приводит к тому, вот в этих статьях он опубликован, что вот эти пунктирные – это то, что дает обычное использование подхода Борна-Аппингеймера, а вот эти вот линии сплошными нарисованные дают константы скорости, которые получены методом перепроецирования, и видно, что здесь достигается сходимость даже бесконечных рядов, и получаются физически надежные результаты. Так что вот, в принципе, можно справляться с этой проблемой, ну а если считать просто не очень сильно вдаваясь, заботясь о том, чтобы физически все было хорошо, то можно получить, во-первых, совершенно отличный на несколько порядков константы скорости, а главное, что если вот это в верхний предел суммирования парциальных волн взять до бесконечности, то это будет бесконечно возрастать. Ну, в общем-то, вот, наверное, и все. Спасибо за внимание, за ваше. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Так, у нас есть время на вопрос. Есть ли вопросы? Нет, в зале вопросов нет, из чата или среди участников, которые дистанционны, есть ли вопросы? Как хорошо, когда всем все ясно. Спасибо, спасибо. Спасибо за нас. Так, давайте тогда продолжим. Следующее сообщение у нас Светлана Анатольевна Яковлева, также из Герценовского института, Санкт-Петербург, дистанционная данная о непрудных процессах предстолкновения с водородом, последние достижения и проблемы. Добрый день. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Хорошо ли меня слышно? Видно и слышно. Хорошо. Я бы хотела продолжить в каком-то смысле доклад Андрея Константиновича и сделать такой взор наших данных, которые мы посчитали, не только наших, о неупругих процессах, происходящих при столкновении атомов и ионов, различных химических элементов с атомами и ионами водорода. Но я долго не буду останавливаться на методах, потому что о них говорил Андрей Константинович. Я хочу только сказать, что мы используем комбинации различных методов, как расчетов или моделирования электронной структуры, так и различные методы ядерной динамики. В представлении ЛЕС-связи, без учета тонкой структуры атома, конечно, наиболее точным является использование результатов квантово-химических расчетов из первых принципов и решения системы связанных уравнений. Но для этого нужно, чтобы и квантово-химические данные были полны, чтобы там были потенциалы и матричные элементы нелиоботического взаимодействия. Но часто этого нет. И если есть только диабетические потенциалы, мы используем метод токов вероятностей. Это уже приближенный подход. Он использует модель Ландау-Зиннера для определения вероятности перехода в области нелиоботечности. Но зато он позволяет учитывать все области нелиоботечности, которые образуются между диабетическими потенциалами. Когда квантово-химических данных нет, в основном мы используем асимптотический подход для моделирования электронной структуры. Он позволяет смоделировать ионно-квалентное взаимодействие и получить области нелиоботечности на больших расстояниях. Комбинируем этот подход мы в основном или с методом токов вероятности, или с многоканальной формулой, или с упрощенной моделью. Отличие между ними состоит в том, что метод токов вероятности позволяет учитывать области нелиоботечности на малых расстояниях. Это если мы комбинируем квантово-химические данные для низколежащих расстояний и моделируем термы высоколежащих расстояний. Канальная формула позволяет. Это тоже в рамках модели Ландау-Зиннера расчет. Но она позволяет учесть только области нелиоботечности на больших расстояниях. И если между каждой парой термов такая область всего одна. А упрощенная модель, кривую, которую Андрей Константинович показывал, на которой все данные хорошо ложатся, это двухканальное приближение. Они тоже используют модель Ландау-Зиннера для расчетов вероятности перехода в области. Когда мы хотим учитывать тонкую структуру атома, нам нужно переходить в представление ЖЖ-связи. И здесь, конечно, квантово-химические данные, они и для ЛС-представления, это достаточно редкие, а в ЖЖ-представления прям вообще очень редкие. Мы в литературе нашли из тех элементов, в которых мы интересовались, такие данные только для цинка и водорода, и то сами данные не были опубликованы, был только рисунок, а с авторами нам связаться не удалось, они нам не ответили, к сожалению, до сих пор. Поэтому все расчеты, которые мы проводим с учетом тонкой структуры, они приведены с помощью симпатического подхода, в рамках которого мы делим матричный элемент взаимодействия, который получен в ЛС-представлении, на состояние тонкой структуры. Ну и, естественно, так как потенциалы получаются модельные, нет смысла, надо уже за точностью решать систему связанных выравнений, тем более, что данных для этого недостаточно. И мы применяем основные методы токов вероятности или многоканальная формула. Также возможно применять упрощенный модельный подход, но пока мы этого не пробовали делать. Я хотела сделать такой небольшой обзор тех расчетов, которые мы уже провели. Вот видно, что фулл-квантум это наиболее точные расчеты, это комбинация квантово-химических данных и решение системы связанных поравнений. И такие расчеты были проведены только для некоторых элементов. Это столкновения лития с водородом, натрия, магния, кальция и гелия. Также квантово-химические потенциалы существуют в литературе для кислорода, столкновения кислорода с водородом и цези с водородом, но для них не было матричных элементов взаимодействия, и поэтому эти системы были исследованы с помощью метода токовероятности. Да, еще для кальция, для иона кальция есть квантово-химические потенциалы, и его мы постарались сделать с учетом тонкой структуры, то есть делили матричные элементы с помощью предложенного нами подхода. Большинство исследований, которые мы провели, видно, что проведены с помощью многоканальных формул, расчета с помощью многоканальной модели Ландао-Зиннера, и для некоторых это ионы лития, бериллии, барий, стронцы, итрии, хром, марганец, алюминий, кремний, серо, бор. Для некоторых элементов мы включили тонкую структуру, это калий, рубидий, ионы стронцы, медицинк и бор, но пока уровни тонкой структуры мы смогли включить только в тех случаях, когда у ионного терма всего одна молекулярная симметрия, потому что там у нас есть некоторые проблемы, я на них еще остановлюсь сегодня. И элементы, у которых уж очень сложно выглядит структура энергетических уровней, мы рассматривали с помощью упрощенной модели, это двухканальных приближений, титана, ион титана, железо, ион железо, кобальт, ион кобальт, никель и ион марганца, мы так рассчитали. Также не мы одни занимаемся этими расчетами, еще занимается группа Пола Барклима, и в Швеции есть люди, которые исследовали столкновения водорода с водородом, я отметила это вот здесь тоже чуть-чуть отличающимися цветами, значит, для столкновения водорода с водородом они, правда, считали только взаимную нейтрализацию, у них нет данных о возбуждениях и возбуждениях, но они претендуют на то, что это точный квантовый расчет. Группа Пола Барклима, она рассчитывает в, они называют это ЛКО расчеты, но насколько мы оценивали, он считал не только углерод и азот, он еще считал своим методом кальций, кислород, марганец, титаны, железо, для этих элементов существует несколько наборов данных, как наши, так и у Пола Барклима, но мы оценивали, в частности, для Калия и Рубидия еще сравнивали, что наши подходы, которые многоканальные формулы в сочетании с синтетическим подходом, на эквивалент на подходу, который использует Пол. Значит, я хочу остановиться немного подробнее на последних наших расчетах, это то, что мы провели с последним год-полтора. Значит, на постерах представлены будут расчеты Ярослава для столкновений Бора с водородом и Йона Бора с водородом. Значит, также есть постер Васильевой Веры, это столкновения Итрии водорода. Значит, и последние два это расчеты, которые я проводила, я постер не представляла, но если кто-то заинтересован в данных вот таких, значит, это Йона и Итрия с водородом, и Хром с водородом, я готова этими данными поделиться и с удовольствием, конечно, тем, кто заинтересован, их могу выслать. Вот, но пока они не опубликованы нигде. Значит, и теперь я хочу остановиться на проблемах, которые мы испытываем, когда применяем наши модельные, в частности, подходы. Значит, проблемы строгого подхода Андрей Константинович сказал, я бы сказала, что основная проблема следующая за необходимостью различения атомных и молекулярных состояний, это то, что для строгих подходов нет данных в квантовой химии. Ну, а модельные расчеты сталкиваются вот с такими проблемами, что в рамках модели Ландаузинера, когда мы моделируем области, часто они перекрываются, их надо каким-то образом разделять. Вот, и еще, если мы хотим воспользоваться многоканальными формулами, для которых нужно, чтобы между каждой парой областей была всего, между каждой парой термов была всего одна область неодиабатичности, то нам тогда сложно учитывать, если у юных термов есть несколько симметрий. Вот, но я сейчас останавливаюсь на этих проблемах отдельно, начнем с перекрывания областей неодиабатичности, вот здесь приведены адиабатические термы, полученные в рамках модельного асимпатического подхода, для цинка и водорода, и здесь пунктиром приведены термы, которые я получила в ЛС-представлении, то есть без тонкой структуры, написано, что уровни тонкой структуры были усреднены по квантному числу полного угла момента, вот, и термы, которые получены с учетом тонкой структуры, видно, что с учетом тонкой структуры здесь нету выделенных областей неодиабатичности, в отличие от области, которая такая четко между пунктирными коридорами получается. И мы пытались... Две минуты. Мы проводили... Я проводила расчеты как с учетом тонкой структуры, так и без. У нас есть определенный подход для разделения областей, но вот оказалось, что когда Татьяна Седнова применяла эти данные, плохо, они... плохие результаты они показывают, хотя мы старались вроде как улучшить наши расчеты, включить тонкую структуру, но в итоге мы остановились на том, чтобы использовать моделирование данной без учета тонкой структуры, потому что вот с такими областями, с тем, как там в них делить вероятность, есть определенные проблемы. Значит, следующая проблема это несколько ионных термов. Здесь, для примера, приведены диабатические потенциальные энергии для кобальта и водорода. Это такая типичная картинка, когда мы учитываем несколько ионных термов, мы это делаем, чтобы учесть больше состояния атомных. И здесь для двух ионных термов разные симметрии, поэтому один нарисован красным цветом и другой черным. И для каждого ионного выделены свои состояния, которые с ним взаимодействуют и связаны одноэлектронным переходом. Можно видеть из легенды, что чтобы перейти из этого состояния в ионное состояние того же цвета, нужно одному электрону, только электрону, перейти на водород. А если переходить на другой ионный терм, то два электрона должны изменить свое состояние. Мы считаем, что этот переход менее вероятен, чем у одной электроны. Но когда ионные термы имеют одну и ту же симметрию, то понятное дело, что мы не можем так разделить на наборы данных терма. И каким-то образом нужно считать динамику с учетом таких сеток областей неодиаботичности здесь многоканально формула уже не работает. Нужно придумывать какие-то другие подходы. А такая структура будет постоянно возникать, если мы хотим включить тонкую структуру. И у ионного состояния атома есть хотя бы два или больше уровней тонкой структуры. Там всегда будет несколько ионных термов. И тогда у нас возникают проблемы с расчетом динамики по многоканальным формулам. Еще одна проблема, которую я хотела коснуться, это то, что чем тяжелее элемент, тем больше у него перекрывается состояние тонкой структуры. Тут видно на примере никеля из базы данных приведены, что уже основное и первое возбужденное состояние никеля перекрывается, а мы их усредняем. Кажется, что это не самая лучшая идея, но пока что мы ничего другого сделать не можем, потому что если пытаться считать это с ионной структурой, то у никеля будет несколько ионных термов, а это предыдущая наша проблема. Ну и последняя проблема, на которой я хотела остановиться, вот тут приведены уровни лантана, мы тоже на него смотрели когда-то, из базы данных НИСТ. Проблема здесь состоит в том, что не всегда определены для каких-то состояний квантовые числа L и S. То есть когда они не определены, вот здесь стоит такая просто звездочка, вот здесь нет ни полного спина, ни полного углового момента, орбитального момента. И когда эти числа не определены для атомного состояния, мы не можем определить молекулярную симметрию уровня. в связи с этим мы даже не можем поделить эти матричные элементы неодиаботичности на уровне тонкой структуры, потому что для этого мы используем матричные элементы в представлении ЛС-связи, для которого нужны вот эти числа. Так что это тоже одна из таких больших проблем и что останавливает нас, чтобы просто взять и посчитать всю таблицу Менделеева. Я хотела перечислить наши основные планы и направления наших исследований сейчас. Мы проводим квантовые расчеты, где это возможно. Конечно, это мало где возможно, но иногда мы находим потенциал или кто-то из наших коллег считает точно квантовую химию. Также мы думаем о том, как учесть тонкую структуру когда есть термо различных молекулярных симметрий, потому что пока что это сделано только для случаев, когда у ионного терма только одна симметрия. Это в основном или 0+, или 1-2, но терм не расщеплен на уровне тонкой структуры. Также ребята наши работают над тем, чтобы придумать какой-то подход для разделения областей неодиаботичности, которые перекрываются, как я показывала на примере цинка. Мы думаем о том, как решить ту проблему, которую озвучивал Андрей Константинович, включить метод перепроецирования наши подходы. Также упрощенную модель, о которой Андрей Константинович говорил, мы думали, что мы ее написали так, чтобы ей могли пользоваться все, но оказалось, что не так просто мы это описали, и мы работаем над тем, чтобы создать программу, которая будет, используя файлы, например, как из НИСТа, об атомных уровнях, и сама рассчитывать константы скоростей по упрощенной модели. Ну и также мы, конечно, открыты для любых предложений, если есть какие-то запросы на атомные данные, мы будем рады помочь. На этом все. Спасибо большое. Есть время на один вопрос, если у кого есть вопрос. Нет? Людмила Ивановна хочет сказать слово. Я хочу отметить, что группа Андрей Константинович и Беляева это мировой лидер в области расчета столкновений с атомами водорода. И во-вторых, эти расчеты играют чрезвычайно важную роль при изучении звезд поздних типов, особенно звезд дефицита металлов, где водорода гораздо больше, чем электронов, и столкновения с водородом играют основную роль в термализации. И сейчас к нам рецензенты уже не цепляются, когда мы сдаем статьи по НИЛТР, потому что мы пишем, что у нас расчеты столкновений с водородом согласно группе Беляева. Так, Сергей Анатольевич, вы все, забирайте свои претензии к химикам. Ну, мы все еще не можем фотоионизацию посчитать, но я отметила для себя, я отметила, да. Хорошо, спасибо большое, продолжаем. Спасибо. Спасибо. теперь мы возвращаемся в зал. Следующий доклад Людмила Ивановна Машонкина из Астрономии вместе со своими соавторами обнаружения первой звезды подкласса ЦМП-РС в Балдже-Галактике. Людмила Ивановна, поясни. Да, да, спасибо. Спасибо. Да, я поясню, что такое ЦМП-РС. Листать можно и так. ЦМП- это звезда с дефицитом металлов и обогащенная углеродом, а именно содержание железа у нее на два и более порядка меньше солнечного и избыток углерода относительно железа, относительно соответствующего солнечного отношения превышает 7 десятых в логарифмической шкале. Звезды с большим дефицитом металлов это старые объекты, маломассивные и в своей эволюции еще не прошедшая стадию выноса продуктов ядерных реакций на поверхность, поэтому избыток углерода не может быть связан с процессами в самой звезде, с эволюцией звезды, поэтому рассматривают две гипотезы. Первое, в ранней галактике формирование маломассивных звезд шло с большей вероятностью в среде, обогащенной углеродом, потому что атомы углерода являются очень эффективными источниками охлаждения. Во-вторых, двойственность, более массивный компаньон провалюционировал до стадии асимпатического ветвей гантов, на которые идет синтез углерода и при обмене массами происходит загрязнение атмосферы менее массивной звезды продуктами нуклеосинтеза. Класс цемп подразделяет на несколько подклассов в зависимости от содержания тяжелых элементов, то есть элементов, находящихся в таблице Менделеева за группой железа. Если содержание этих элементов следует за содержанием железа, то это класс цемп НОУ. НОУ не означает, что нет тяжелых элементов, а означает, что нет избытка этих элементов. Если наблюдается избыток элементов, которые синтезируются в ядерных реакциях нейтронных захватов в медленном процессе, С-процессе, то это цемп С. А цемп РС это звезды, у которых наблюдается избыток элементов, которые синтезированы как в Р-процессе, в быстром процессе нейтронных захватов, так и в В S-процессе это очень необычное сочетание, потому что нуклеосинтез в R и S-процессе идет при очень разных физических условиях и связан с разными источниками. Если S-процесс может происходить при плотности потока нейтронов менее чем 10 в десятой частиц в кубическом сантиметре, то для R-процесса требуется более чем 10 в двадцатой частиц в кубическом сантиметре. Поэтому природа явления ЦМП-РС до сих пор остается неясной. Введена классификация эмпирическая для подкласса ЦМП-РС. Предложено элементное отношение между элементами, преимущественно синтезируемыми в R-процессе, представителем является Европей, и элемент S-процесса Бари. Эти элементы должны быть в избытке относительно железа у звезды, но избыток Бари больше, чем в Европе, так что их отношение является положительным. Исследуемая звезда, как звезда с большим дефицитом металлов, была обнаружена в фотометрическом обзоре Престин, который нацелен специально на поиск звезд с большим дефицитом металлов. Такие звезды являются важным источником информации о начальных эпохах химического обогащения галактики, о первых звездах, о нуклеозитности первых звездах. Наблюдения ведутся с субскополосным фильтром вокруг линиенизованного кальция АШК на 4-метровом телескопе на Гавайях. В рамках проекта Престин есть подпроект ПИКС, который нацелен на поиск звезд с дефицитом металлов в центральных частях галактики. Так вот, в рамках этого подпроекта по фотометрии более 8000 звезд были заподозрены в низком содержании железа. Для них были проведены спектральные наблюдения низкого разрешения на австралийском телескопе и подтверждено для примерно 1900 звезд, что они действительно являются звездами с большим дефицитом железа. Из них 96 звезд, оказалось, имеют избыток углерода. Из этой выборки 1900 звезд были отобраны, 20 звезд наиболее ярких для спектральных наблюдений высокого разрешения. Они были проведены на 8-метровом телескопе со спектрографом УВИС, и вот одна из них оказалась с избытком углерода, и именно она показала очень необычный химический состав. По данным Гайя было определено расстояние, вычлена орбита. Действительно, орбита звезды полностью находится во внутренних частях галактики. Очень важным являются измерения лучевых скоростей, но у нас только есть две эпохи, когда были измерены, получены спектры низкого разрешения и высокого разрешения. Они разделены примерно тремя годами, и очевидно, есть изменение лучевой скорости. То есть звезда, вероятно, входит в двойную или кратную систему. Были определены параметры атмосферы, эффективная температура и ускорение силы тяжести. Звезда является холодным гигантом, но далеким от стадии выноса продуктов ядерной реакции на поверхность. То есть все эти аномалии химического состава никак не связаны с эволюцией звезды. Содержание железа у нее минус 2,6. С этими параметрами определено содержание 32 химических элементов. Подтвержден большой избыток углерода относительно железа. 1,77 в логарифмической шкале. Впервые определено содержание азота, кислорода. Они тоже в избытке находятся. Благодаря высокому содержанию углерода удалось определить отношение изотопов углерода С12 и С13. Вот этот рисунок иллюстрирует процедуру определения. Здесь пара линий молекулы СН, где углерод имеет массу 12. И линии изотопической молекулы, где углерод имеет массу 13. И три синтетических спектра, рассчитанные с разным отношением С12 и С13. 95 – это солнечные отношения и типичные для звезд поля Гало. Вы видите, что профиль теоретически очень слаб по сравнению с наблюдаемым. Но и лучшее согласие достигается для отношения С7. Это высокая доля изотопа С13. И она свидетельствует о том, что мы видим вещество синтезированное на стадии асимптотической ветви гигантов. На следующем слайде вы видите содержание всех 32 химических элементов, измеренных. Относительно солнечного здесь дано. Вот металличность, уровень металличности показан штриховой линией. В избытке ЦНО элементы. Элементы с промежуточным зарядом ядра от натрия до цинка ведут себя точно так же, как у типичной звезды Гало той же самой металличности. То есть элементы альфа-процесса в избытке относительно железа, относительном с величиной 0,4. Элементы группы железа сканди и кобальт в избытке, марганец в дефиците. Остальные следуют за железом. А вот тяжелые элементы, начиная с циркония до свинца, в значительном избытке относительно железа, на уровне порядка величины, для свинца даже выше, более двух порядков величины. На нижней панели вы видите процедуру определения содержания свинца. Содержание свинца очень тяжело определяется не только у нашей звезды, но и у всех звезд, потому что всего лишь две линии, обе сильно блендированы. Вот здесь более сильная линия, она блендирует с линией молекулы CH. Но благодаря тому, что поблизости наблюдаются линии той же молекулярной полосы, мы можем жестко зафиксировать содержание у биорода и добиться согласования наблюдаемого теоретического профиля путем увеличения содержания свинца. По определению Бирса Крислип, который ввели для подкласса ЦМПРС, наша звезда должна быть отнесена к подклассу ЦМПРС. И это первая звезда этого подкласса из обнаруженных во внутренних частях галактики. Как же мог сформироваться такой необычный химический состав? Ну, сразу можно исключить гипотезу о том, что звезда сформировалась уже с таким химическим составом, потому что для этого нужно, чтобы совпали во времени и в пространстве два очень редких события. Должен быть источник R-процесса и источник S-процесса. Поэтому, вероятнее всего, это связано с двойственностью звезды. Более массивный компонент, причем масса его может быть одна солнечная масса или больше, провалюционировала до стадии асимпетических ветвей гигантов. На этой стадии может идти синтез углерода, синтез тяжелых элементов в S-процессе и перенос вещества и загрязнение атмосферы первичной менее массивной звезды. Нужно отметить, что звезды с большим дефицитом металлов эволюционировали гораздо быстрее, чем звезды с солнечной металличностью. Например, для одной солнечной массы при металличности минус 3 полное время жизни составляло всего лишь 6,3 миллиарда лет, а не 10, как мы знаем, вот для Солнца. Но предположение о том, что S-процесс мог синтезировать тяжелые элементы, которые затем попали в атмосферу исследуемой звезды, не проходит, поскольку в S-процессе барий и стронца синтезируются примерно с одинаковой эффективностью, а у нас наблюдается большой избыток бария относительно стронца, более порядка величины. Поэтому мы сразу эту гипотезу зарубаем и используем пока еще редко используемый и процесс, и от слова intermediate. В 1977 году Кован и Роуз предположили, что при плотности потока нейтронов, которые промежуточны между теми, которые нужны для S-процесса и R-процесса, могут синтезироваться тяжелые элементы, которые мы относим к группе S-элементов и R-элементов. Мы использовали расчеты Чоплина, расчеты звездной эволюции Чоплина. Расчеты были сделаны для разных масс и разного содержания металлов. И вот в шести моделях у них случился нуклеосинтез и процесс. Дело в том, что для того, чтобы этот процесс имел место, нужно, чтобы в процессе эволюции случились эпизоды захвата протонов. На этом слайде представлены две модели из этих расчетов, наилучшим образом описывающие распределение содержания тяжелых элементов от стронция до свинца. И оказалось, что эти же модели удовлетворительно описывают и только они дают низкое отношение изотопов C-12, C-13, никакие другие не дают этого. И избыток углерода, который близок к наблюдаемому, с учетом всех неопределенностей в расчетах, которые есть. И я перехожу к выводам. Итак, впервые для звезды во внутренних частях галактики со столь низким содержанием металлов выполнен столь детальный анализ химического состава. Измерено содержание 32 элементов, из них 15 тяжелые элементы и определено содержание изотопов углерода. Но, конечно, это благодаря тому, что получен спектр высокого разрешения. Показано, что нуклеосинтез в ИИ-процессе это очень плодотворная идея. Нуклеосинтез в ИИ-процессе позволяет описать, воспроизвести распространенность химических элементов у исследуемой звезды, а, возможно, и у других звезд подкласса ЦМПРС. И мы приводим еще одно свидетельство в пользу того, что явление ЦМПРС, вероятнее всего, связано с двойственностью звезд. Спасибо. Осталось время. Вопросы? Пожалуйста. У меня вопрос. А вот ЦСКУ, хотя у вас два значения в скоростях, они не противоречат, что вторая звезда достаточно близка, чтобы свои эволюции обогатить? Нет, здесь не требуется уж очень, чтобы была тесная двойная. Да, нет. Такие сценарии возможны. Да, мы не знаем, у нас только два, две точки, поэтому... То есть это, тем не менее, явное указание на двойственность, все-таки вот только единственное, фактически указание, разность с точки зрения скоростей. Да, да. А остальное просто из результатов анализов с ним состава. Ну, во-первых, да, для одиночной звезды это практически невозможно объяснить. Это единственное, да, надо нафантазировать, что вот звезда сформировалась в том месте, где вот произошел нуклеосинтез ВЭС в процессе, и тут же рядышком случился нуклеосинтез ВЭС в процессе, все это перемешалось, и вот звезда сформировалась. Это очень такая гипотеза. С другой стороны, ведь здесь вы показали, что орбита такая, что... Она в центральных чтях галактики, то есть апоцентр 2,5 килопарсека. 8 килопарсек от нас, да, да. Ну да, то есть это и проект, это, собственно, в рамках проекта по изучению внутренних частей галактики. То есть это выборка вся, связанная с этим, все наблюдения связаны с этим. Там дальше коорбинатное число, это 1842 и это Альфа, там дальше. Так, это надо... Это центр галактики, да, 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 да. Да, проект направлен на это, да. Поздравляем вас с открытием, обнаружением новой звезды. Не новой звезды, а вот нового объекта, нового класса, наверное, да, с точки зрения так необычного химического состава. И что она, тем не менее, по-видимому, двойная система, двойной системы, да, то есть главный компонент. Нет, ну, не наше ничего. Нет, а если бы не было различия в лучевых скоростях? Ну, хватает, да. Спасибо еще раз, Людмила Ивановна. И у нас следующий доклад. Анна Михайловна Романовская с коллегами из Института астрономии Татьяна Оксана Рябчикова, Пахомов, Коротин, Людмила Ивановна, Супернова Татьяна. Анализ химического состава в атмосферах медленно вращающихся А звезд. Добрый день. Наша работа, в частности, посвящена анализу химического состава нормальных А звездов и металличных АМ звездов. Как известно, металличные звезды показывают повышенное содержание элементов железного пика, наличие депшита кальча и скандия. Вращаются они в среднем меньше, чем нормальные звезды, то есть температура скорость вращения меньше 100 км в секунду, и большинство АМ звезд двойные. Нормальные звезды показывают солнечное содержание элементов до элементов нейтронных железного пата, вращаются они около 100 км в секунду, и больше, и бывают не только двойными. Здесь на графиках покажены содержания элементов из работы Людмилы Ивановны с авторами для АМ и нормальных звезд. И из-за того, что вообще большинство нормальных звезд вращается быстро, элементы нейтронных захватов, их линии почти не видно, то таких вот работ, где определялись бы содержание этих элементов, было бы довольно мало. Вот в этой работе это было сделано, и показали, что наблюдается завышенное содержание этих элементов, относительно солнечного содержания, и возникает тогда вопрос, что такое нормальные звезды. И наша работа, являясь продолжением этой работы, то есть мы расширяли эту выборку в диапазоне эффективной температуры от 9200 до 10200 км. В нашу выборку вошли две А и две незаличные звезды, и мы сравниваем со звездами из предыдущей работы. Здесь показаны также наблюдения с разными различными решениями, с разными отношениями сигналов шума, и также использовали стометры, спектры стометры, это же показано в сервере. Для анализа мышечного состава нам необходимо знать модель атмосферы. Физоменциальные параметры мы определяли двумя методами. Во-первых, через структуальное распределение энергии. Здесь покажем пример для звезды гамма-гаминором, и у нас получились параметры 9073 температуры и логарифм ускорения силой части 3.60. Из этого метода мы получаем соответственно эффективную температуру, логарифм G и радио-звезды с использованием параллакса. Второй метод это через подгон синтетического спектра к наблюдаемому. Здесь пересчинены отрезки длинного волн и используемые профили водородных линий для подгонов, и в том числе используются около трехшот линий железа. Из этого мы получаем также эффективную температуру, логарифм коронящего тяжести и микротабулентную скорость, профиль скорости вращения на выживание и металличность. Здесь покажены все фундаментальные параметры, которые мы получили. И в дальнейшем для анализа химических элементов мы использовали модели, полученные через подгон синтетического спектра. Химический состав определялся во-первых, через локальное термидинамическое равновесие и во-вторых, через неотр-пашход. Здесь я оказала элементы, которые были получены только через ОТР, а здесь в том числе и неотр. Как известно, ОТР это, во-первых, простые расчеты, населенность и уровни определяются формами Махабольсмена, атомные данные требуются только для исследований в переходах, но не работают в верных стоях атмосферы. Меотр у нас наиболее физически приближенный метр, населенность и уровни рассчитываются и уравнение фактического равновесия с учетом всех процессов, которые участвуют атомы, но необходимы сложные расчеты и требуется большое количество атомных данных. Для неотр-отчетов мы использовали вот следующие модели атомов, можно посмотреть по списке этих работ, рассчитанные по двум разным кодам. И здесь покажем пример профилей центральных линий для кальция и бария, рассчитанные двумя подходами. И здесь синяя линия это неотр. расчет с одинаковыми содержаниями. Результаты. Вот здесь представлены наверху это содержание гимнистических элементов неотр иотр, а внизу это чисто отр. Лево для нормальных звезд, справа для металличных. И вот видно, во-первых, ТР у нас показывает более равномерную зависимость содержаний. И для металличных звезд она наблюдает, во-первых, дефицит легких элементов, дальше повышенное содержание элементов железного пика и есть, как я бы сказано ранее, существуют критерии, по которым определяют, что это. Но у нас для звезд металличных омикрон-пигашей из этой вирженичной нашей выборки получилось наоборот. для кальция мы наблюдаем повышенное содержание, для скандия почти солнечное и небольшой может быть дефицит. также хочу отметить, что для кальция мы определяли содержание неотерр, для скандия неотерр пока нет, но поправки показывают, что дефицит немного, то есть поправка будет положительнее и дефицит содержания немного уменьшится, но сильно картина вроде как не сменяется. И причем для нормальных звезд мы также получаем небольшой практически солнечное содержание кальция и скандия. То есть мы не можем сказать, что дефицит кальция и скандия является четким критерием только металлической звезды. И во-вторых, как было указано в объединении, мы точно также наблюдаем завышенное содержание элементов нейтральных захватов. И мы решили посмотреть на температурное поведение содержания этих элементов. здесь покажем, что от 7000 до 10 тысяч кельвинов наблюдает повышение содержания относительно солнечного и дальше вроде как впад. Здесь у нас нету звезд выше 11000 кельвинов, чтобы это проверить. И мы добавили еще одну звезду, которая вроде нормальная, быстро вращающаяся, и она довольно хорошо влегла в эту зависимость. Однако у нас есть еще задача на будущее, что нам необходимо пополнить эту выборку для пожарных температур от 8000 до 9000 и от 11000 и выше. здесь показаны положения этих звезд на диаграмме Гершпинга-Рассела и получилось так, звезды нашей выборки оказались почти на одной из охране. На этом все. Спасибо. 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 Какие вопросы будут? Пожалуйста, Илья. Субтитры пожалуйста, а в стратификации есть какие-нибудь отличия? Не количестве все нормально? Стратификацию мы не исследовали, но нормально. Илья Сергеевич и пожалуйста, сюда и чтоб слышали. Был вопрос о стратификации, ответ слышали. Скажите, пожалуйста, предпоследний слайд, по-моему, где у вас распределение содержания. Еще назад? Нет. Еще раньше. Вот. То есть у меня вопрос по поводу нормальных звезд и вот этого хвоста метронных захвата. То есть здесь приводится сравнение с умничным содержанием. Получается, что это плохой стандарт для звезд. Или звезды, да. Кто впереди. Но вот я не очень понял природа вот этого хвоста. То есть это отражает, ведь это не эволюционный эффект, а межзвездные среды, в общем-то. То есть тех облаков, из которых эти звезды сформировались. То есть тут можно вопрос такой почетче постараюсь формулировать. Можно говорить о каких-то особенностях ранней солнечной туманности химических в виде вот этого хвоста распределения. Вот еще кстати в 20 году мы обсуждали значит для Балия у рассеянных скоплений есть зависимость чем моложе скопление тем больше содержание Балия. То есть что-то действительно происходит с элементами нейтронных захватов. Но у тех же скоплений например другие элементы которые здесь тоже ведут себя хотя Балии обычно все-таки в первых видах но и другие элементы показывают избытки. То есть собственно эта работа и предпринята для того чтобы понять насколько типично это у всех звезд встречается или есть какие-то удивительные звезды которых только вот это наблюдается Ну и вывод что скорее это типично для звезд Ну вот получается что все показывают спасибо есть вопросы еще данные по сравнению с солнечным содержанием и с содержанием в метеоритах. Там нет такого различия. Поэтому это отражает как бы солнечное содержание, но не отражает азвезды. Поэтому с чего начался вопрос, что это какие-то проблемы с Солнцем? У Солнца все в порядке. Более-менее с этим. Потому что метеориты показывают то, что здесь. Татьяна Александровна, вот только сюда. Дело в том, что... Дело в том, что здесь, когда мы брали... Это не относительно содержания элементов в солнечной фотосфере. Это относительно содержания элементов в солнечной системе. То есть это метеоритные содержания. То есть это такие систематические. И тут самое главное... Вот там одну звезду, которую мы немножко добавили, мы ее чуть было не прихватили. А это оказалась звезда типа Вегия. То есть по форме линии это должна быть очень быстро вращающаяся звезда, которая видна с полюса. У нас еще такая одна есть. У нее как бы... Ну, у нее как бы... Мы просто прикинули по эквивалентным ширинам содержание элементов. Мы по фритированию профилей, как для остальных звезд. И получилось, что вот она как бы в эту последовательность, можно сказать, улегла. Она немножко после максимума, у нее около 11 тысяч градусов. То есть как бы и от скорости вращения это не зависит. Вот. Поэтому, в общем, тут очень задача такая сложная вы подыскать подходящие, так сказать, объекты для того, чтобы проверить, насколько реально вот та вещь, которую мы получили. Потому что это некий ключ. Допустим, если звезды медленно вращаются, это нормальная звезда, медленно вращающаяся, то как бы у нее должна быть диффузия. Потому что мы знаем медленно вращающиеся, популярные звезды, у них есть диффузия, разделение элементов. У АМ-звезд тоже предсказываются. Но они отличаются. Вот эти нормальные звезды отличаются и от пекулярных звезд, и от АМ-звезд. Спасибо. Если больше нет вопросов, тогда спасибо. Сюда проходите. Которые связаны с тем, что я, значит, Геннадий Валявин, ведущий, так сказать, этой секции, да, в ближайшие 3,5 часа буду с вами, буду вас регулировать, да. Вот. У меня одна просьба, пожалуйста, передерживайтесь регламента. Я вижу, как, так сказать, в ведущем секции, так сказать, сложно. Я понимаю, 15 минут – это очень мало, так сказать, да, но как бы постарайтесь укладываться. Вот те, особенно речь идет о тех, у кого вы 15-минутные доклады. укладывайтесь в 13 минут, чтобы 2 минуты оставить на вопросы. За 3 минуты до, то есть через 10 минут после начала я буду вам там сигнализировать как-то. Вот там пасы на знаки, так сказать. Так что, так что вот. Ну, между тем, время у нас уже началось, поэтому давайте продолжаем нашу секцию «Атмосферы звезд, наблюдения, моделирования». Значит, приглашается Магикян Тигран Юрьевич и соавторы с докладом «Оптический спектр и классификация ИК-источников в областях звездообразования». Пожалуйста, 10 минут плюс 3. Ну, попробуем. Так, вроде. Так, открылось название. Вроде, да. Так, показывать мыши, да? Можно стрелочками. А если обратить что-то внимание, да. Она, когда мышка двигается, она двигается. Все? Пожалуйста. Это сейчас проходило. Так, уважаемые коллеги, я, во-первых, хочу поблагодарить Комитет и всех за предоставленную мне еще раз возможность выступить в этом замечательном зале и представить результаты наших совместных исследований. и вот в области звездообразования. Итак, что касается вот этого заглавия, оно чуть-чуть условное. Дело в том, что эта программа буквально вот сейчас идет и еще находится в процессе в процессе работаем, потому это все-таки будут предварительные результаты. Не понимаю. Стрелочки. Не, Грунстрелочки. Там много Так, ну, очень кратко, вот, собственно, о чем речь. Мы в Дюрокане занимаемся поисками объектов РПГАРО. Я думаю, что я более-менее знаю, что это такое. И напрямую связанное с молодыми звездами явление уже где-то во второй половине 90-х годов. Ну, и программа сейчас тоже продолжается. Если раньше мы изучали известную область изобразования, всякие там вот коммитарные туманности и тому подобное, то сейчас еще обратили внимание на инфракрасные источники внутри темных облаков, которые по тем или иным, в основном, морфологическим, но не только признакам выглядят как места, где стоит поискать оптические истечения. Ну, и вот такие результаты были и довольно успешны. Мы, например, изучили такую известную довольно ассоциацию, R-ассоциацию моносерус R1. Где нашли довольно много новых членов, а потом на обсерватории, вот, Кавказской обсерватории Гайша смогли обнаружить с авторства, значит, инфракрасные потоки, то есть потоки молекулярного водорода там же. Все это было очень интересно и совершенно новое для, вот, скажем так, этого региона, я имею в виду, ну, скажем так, постсоветское пространство. Вот, потом мы перешли к следующей известной ассоциации моносерус R2, где тоже были интересные достижения. И вот по ходу дела создалось вещество тления, Павел Иванович, вот, говорит, что часть этих инфракрасных источников, на самом деле, видна в оптике. Они слабые, иногда, ну, на грани, так сказать, 20-21 величины, но видны. Возникал очень интересный вопрос, попытаться проверить, а что это, собственно, такое. Наблюдения проводились на шестиметровом телескопе с системой скорпио и режиме длинной щели. Ну, вот это очень кратко, это, значит, пример, как цветные картинки, полученные в бюрокане. Ну, это, конечно, иллюстративно, вот как выглядят Хербигар-объекты, которые мы обнаруживаем. Вот это вот ядро этой самой туманности, Монус-Херос-Хер-Адин. Вот обратите внимание на эти две вот эти мощные инфракрасные видны. Как ни странно, они так и видны в оптике. Вот они будут здесь, я вам их покажу. Вот тут вот. Еле видны, но видны. Ну, вот это был один из самых интересных примеров, и, значит, мы начали отсюда. Теперь вот некоторые результаты. Ну, будем выразиться более-менее быстро. Я буду показывать спектры и кратко их описывать, а потом сделать какое-то обобщение, которое удалось сделать. Ну, вот, например, это все в Монус-Херос-Хер-Адин, вот тут написано. Вот видите, звезда более-менее такая, ну, не особенно, вроде бы, интересная, но с эмиссией Гошальф, и, кроме того, видна линия поглощения Лития, подтверждающая, что объект молодой. Ну, вот линия Натрия. Какой спектральный тип, не очень понятно, но, наверное, это типа Ж, может быть. Вот. А вот это вот из этих двух инфракрасных звезд, которые я только что показал. Вот одна из них, это которая, значит, восточная. Что мы здесь видим? Вот, видите, эмиссия Гошальфа, слабый континуум, и вот линия, характерная ударного возбуждения, как у объектов Ербигара, О1 и С2. И азот тоже здесь просматривается. Вот. А вот восточная звезда очень интересна, то есть, наоборот, извиняюсь, западная звезда. Она, значит, как вы видите, имеет вот такой спектр, опять-таки видны слабо некоторые линии, вот, например, серы, но Гошальфа имеет откровенно ярко выраженный профиль, типа ПЦИГНИ. Ну, также вот линии поглощения натрия. В общем, очень такой интересный объект. Вот если его увеличить отдельные детали спектра, мы здесь видим, что линии натрия состоят из многих компонентов и вообще сливаются. Большая такая расширяющаяся оболочка, несомненно. Вот, вот это вот профиль ПЦИГНИ. Здесь определенные видны вот линии железа, это кислород и серу. Все очень интересно. Такой спектр вообще-то характерен бывает и для объектов, которые похожи чем-то на фуоры. Этим объектом нам явно стоит заняться дальше, тем более, что есть кое-какие фотометрические ванны. Ну, вот некоторые другие объекты. Вот, например, источник потока 1203, который вообще не виден в оптике, но мы получили спектр отражательной туманности, который еще подсвечивает. Ну, вот, очень слабый континуум, и опять вы видите характерную линию ударного возбуждения. вот другие звезды ассоциации Моноцерус Р1. Опять-таки, вот, иногда миссии Ашальф одиночны, иногда они имеют еще вот компоненты ударного возбуждения, и в основном спектре без особых гэта. К этому я еще вернусь. Теперь, вот, Моноцерус Р2. Вот здесь мы обнаружили совершенно впечатляющий вот джет, криволинейный, обратите внимание, вот этот без особых источник потока, и вот отдельные компоненты вот сюда идут по этой кривой, и вот сюда. Ну, а джет я сейчас не буду даже застраняться, а вот источник, посмотрите, какой оригинальный спектр. Ашальф очень широкая, ну, вот эти линии классические видны. Также видны еще определенные линии, вот, обратите внимание, как выглядит натрий, но спектр очень необычный. Вот здесь, например, виден гелий в эмиссии, вот здесь, кстати, тоже есть гелий в эмиссии около Ашальфа, вот здесь вот, линия лития, вот здесь, обратите внимание, на поглощение вот, барри-2, это, значит, типичная бленда для гигантов и сверхгигантов, как раз вот, типа фуоры, вот там она сильная. Так что объект очень оригинальный, интересный, но самое интересное здесь даже не это. Если вот кто знает классический спектр звезд типа Т-Тельца, то обратите внимание, здесь почти не видно никаких линий ионизованного железа, которые для них очень характерны. Если есть, то очень слабые. зато очень сильные линии, запрещенные линии ионизованного железа, что я, честно говоря, вижу в данном случае впервые в таких объектах. Вот это вот, да, и вот тут вот есть, и вот здесь тоже. И вот это вот заставляет думать, что объект имеет, вот эта запрещенная линия железа, обычно сильная, насколько я знаю, в оболочках медленных, новых и тому подобных объектов. То есть объект имеет весьма плотную и протяженную оболочку. Явно заслуживает дальнейшего изучения. Вот другая звезда, найденная там же, собственно, не нами найденная, но совершенно недавно обнаружена переменная звезда, которая толком ничего не известна, хотя она эруктивная. Вот звезда вот здесь, и вот мы здесь, вот, вот, здесь вот, и вот мы обнаружили, что из нее исходит поток окаллимированный, и вот в виде вот такой вот тонкой геликальной структуры и движется, и на нем нанизаны отдельные объекты гербега в сгустке. Совершенно, значит, ну, я, пожалуй, может, один или два только примерно похожих объекта знаю, но этот из них самый красивый. Вот его спектр. Здесь, как вы видите, линии тоже интересные, но здесь, правда, обычное железо видно, но вот интересный же спектр. Вот еще один биполярный источник, вот посмотрите, вот так вот, вот здесь туманность, здесь скрыт ИК-источник, мы просто сняли спектр туманности, и вот один поток идет сюда, а другой на противоположную сторону. Вот спектр. Здесь опять, как видите, почти без деталей, только линия ударного возбуждения. Но при этом линии очень широкие и с компонентами. Вот здесь это хорошо видно, посмотрите, это натрий, это кислород, видно, гашарча широкая, и тоже вот все расщепляется. Вот объект, на котором я чуть-чуть хочу, немножечко остановлюсь. Это один из самых первых широко изученных и прокрасных источников еще вот на заре в 80-е годы. Но, как ни удивительно, он оказалось, что он, это мой бюрок, они обнаружили, кто появляется в оптике, кто исчезает при этом. И вот даже есть гипотеза, что это затменно-двойная виду. Возможно. Его спектр мы получили с большим трудом и кроме слабой гашарства ничего не видно. Очень непонятный объект. Это я оставил позволение к этому вернуть. сейчас вот основные выводы такие. Пока что. Мы решили, что объекты эти можно разделить на три группы. Объекты с континуальным спектром без каких-либо заметных деталей, кроме эмиссии водородных. Звезды с заметными линиями угарного возбуждения. И звезды с развитым эмиссионным спектром, но нетипичным для звезд типа Т-Тельца. Только два объекта можно считать звездами типа ВТТС, то есть слабой звезды типа Т-Тельца. Вот сэды этих объектов, они в общем-то, ну понятно, что разинфракрасные, то у всех виданы весьма серьезные компоненты справа, к сожалению, они далеко не изучены. А вот на этой диаграмме они все попадают вот в основном, кроме вот этих двух, в область звезд типа Аэбэля. А теперь вот помимо этого я хочу просто показать вот последний нами обнаруженный объект, который только что вышла из печати совместно с коллегами Сау. Вот это вот токометарная туманность, видите, какая красивая, вот здесь звезда относительно яркая, и вот ее заподозрили, что это может быть фор, еще до нас в 97-м году спектр у нее такой вот форный, но не очень форный, но тем не менее, когда мы получили ее спектр, вот видно, что линия лития есть сильная и расщеплена, то есть как будто там имеется вращающийся диск, ну вот H-α, натрий в поглощении, спектральный класс типа вот, кстати, узкие линии, вот такая линия бария, про которую я говорил, лития, все это показывает спектральный класс типа G2 и, скажем, 1B или 2 класса светимости, расскажите, так, да, но самое интересное было, когда мы вот на нашем длинно-челевом спектре увидели крошечный слабый джет, исходящий из звезды, этого никого не удавалось омно учить, вот здесь видны, вот это вот вычтенный континуум звезды, это просто флуктуации, только здесь вот эмиссия Гошальца, а так это все флуктуации континуума, и вот здесь вы можете видеть исходящие такие достаточно широкие эмиссии и звезды. Мы оценили, что расстояние уже известно, значит, была метрическая светимость 3000. У этой звезды нету характерных там, а? 300. То есть 300, да, я говорю, примерно была метрическая. Так вот, у нее, этой звезды, нету вот этих классических флорных смещенных линий поглощения, а вот слабый-слабый джет все-таки виден. И мы решили, что это, наверное, флор после вспышки, ну, постфлор, который продлил это, в этом состоянии находится уже очень давно, может, тысячу лет, а может, и больше, и рассеялось вот это тактически все, но вот его близкие околозвездные диски все еще сохраняются. И вот что тут же, как только мы эту статью сдали в печат, получили письмо от американских коллег, что они это так пишут к тому же выводу, и с помощью спектроскопа и более высокого разрешения доказали, что это действительно флор, но нам удалось до полгода опередить, чем я, могу быть очень здоровым. Ну, вот, собственно, примерно вот все. Спасибо большое Тигран Юрьевич с Тиграном. Очень короткий поменьш. Очень приятно видеть результаты работы наших инструментов, чем такого теста. Так, одну минуту на вопрос, пожалуйста, Третья Шанченко. У человека есть флор с петереми, за перемен миллион есть. Да, вообще-то, если бы были перемены, вы, наверное, нашли, но мы не успели просто еще эти... Вот у этого флора линии смещены примерно на 100 км в секунду. Минус, как и положено. линии, линии, гелия, 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 только у одной звезды, причем в эмиссии, гелия один видел. Это вообще-то тоже не очень типично. Спасибо большое. Выбегаем, задавайте, очень дорого. Какую картинку? Эта? Картика 054. Вот там, зелененькая. Зелененькая. Это это и есть или нет? Нет. И вообще невозможно видеть только на спектроскопе. Все, Тигран Юрьевич, спасибо большое. Прекрасный доклад. Будут еще. Следующий доклад Респаева Елизавета Борисовна и Заталкидина Александровича. Клининское излучение звезд типа барных САП в разных состояниях звездных САП. Так, пожалуйста, 15 минут. 15 минут 13. Говорим 2 минуты. Конечно, помните и убрать панели. Я не хочу мешать. Сейчас все делаем. А я сейчас и панели убрать. Здравствуйте. Тема доклада была уже озвучена. Вначале, что это такой загадочный подкласс звезд аналогов гамма-кассиопии. К нему относятся быстро вращающиеся ОЕБ и Е звезды, обладающие декрессионными дисками, у которых рентгеновская светимость на порядок выше, чем у типичных оба звезд, ниже, чем у массивных рентгеновских двойных систем. Если считать их рентгеновское излучение полностью тепловым, то температура излучающей плазмы достигает аномальных значений 10-20 кэп и даже более. При этом рентгеновское излучение звездки по гамма-кассиопии перемена на временной шкале от нескольких минут до нескольких лет. Существует несколько гипотез, объясняющих процессы, приводящие к рентгеновскому излучению этих загадочных звезд. Это может быть либо излучение скрытого выраженного компонента, например, нейтронной звезды в режиме пропеллера, а также белого кардика черной дыры, или маломассивного спутника, где красной кардика и вспыхающей звезды. Согласно второй гипотезе, рентгеновское излучение может генерироваться в результате взаимодействия магнитного поля декрессионного диска с локальными магнитными полями самой звезды. В наших двух статьях мы предположили, что звезды типа гамма-кассиопи могут испускать нетепловое рентгеновское излучение, которое формируется в результате обратного компонентского рассеяния энтропиолетовых фотонов на рентгеновских электронах, ускоряемых звездным ветром вблизи поверхности звезды в рамках гипотезы Вайта и Чена о нетепловом рентгеновском излучении о звезд, продолженном еще в далеком 1991 году. Еще больше загадочности этим звездам добавили их рентгеновские наблюдения, проведенные в разные годы. Выяснилось, что по крайней мере у четырех звезд HD 45314, HD 9563, HD 119682 и NGC 6649, 9 рентгеновские спектры являются непостоянными. Эти звезды наблюдались несколько раз на спутниках в XMM Ньютон и Чан раз 2000 по 2021 год. Их рентгеновские спектры отличались формой и характеристиками. Эти наблюдения мы и рассмотрим в работе. Прежде всего, так у звезды 45314, которая считается самым горячим аналогом гомокосепии, ее наблюдательные данные уже опубликованы в статье РАУ из авторов, и она наблюдалась на XMM в 2012 и 2016 году. Как видно по этим изображениям во втором наблюдении звездовой вид менее яркой, чем первой, авторы, рассмотревшие эти данные, сравнили их с оптическими наблюдениями в линии Аш-Альфа, проведенные начиная с 12-го года, было установлено, что в 12-13-м годах околозвездный диск от этого объекта вступил в фазу вариаций, или как в оригинальном англоязычном тексте статистик, так в 12-м году околозвездный диск находился в фазе оболочки, в 14-м фазе частичного распада диска, а в 2016-м году вступила фаза наименьшего рентгеновского излучения, которые авторы не связывают состояние диска. Мы проанализировали рентгеновские спектры звезды из наблюдений 2012-го и 2016-го года, они показаны на слайде. Оба спектра могут быть описаны как двумя тепловыми моделями, и так как тепловой модель с добавлением степенной компонента, который может описывать возможное нетепловое рентгеновское излучение. Стоит заметить, что в наблюдении от 2016-го года по сравнению с наблюдением за 4 года до этого температура излучающей плазмы сильно уменьшилась, даже почти в 3 раза сократилась и скорость счета в рентгеновском аспектах, то есть наблюдаемые потоки. На один порядок уменьшилась и рентгеновская светимость, а возможные степенные компоненты и ее характеристики при этом остаются практически неизменными. Таким образом, у звезды чем меньше плотность и масса около звездного диска, тем слабее ее рентгеновское излучение. Авторы объясняют это тем, что взаимодействие магнитного поля диска с локальными магнитными полями звезды является наиболее вероятным сценарием формирования ее рентгеновского излучения. Аналогичное явление было обнаружено еще у звезды HD 119682, которое наблюдалось на спутнике Чандра в декабре 2004 и декабре 2008 года и на спутнике ХСММ Мютон в 2020 и 2021 годах. Также эти наблюдательные данные опубликованы в статье на ЗЭС авторов и были сравнены с оптическим наблюдением в линии Ашальфа. К сожалению, оптические наблюдения проводились начиная с 2019 года и нет возможности оценить состояние детского до этого. А мы еще обнаружили, что в рентгеновском наблюдении от 21 января 2020 года на звезде присутствуют вариации рентгеновского излучения с периодами 1,2 и 2,8 в часах. В других рентгеновских наблюдениях эти периоды не проявлялись. Возможно, они связаны с нерадиальной пульсацией звезды. Моделирование рентгеновских спектров показало, что спектр, извлеченный из наблюдения 2008 года на спутнике Чандр, в нем наблюдаемые потоки в три раза меньше, чем в наблюдении 2004 года. Оба спектра тоже могут быть описаны либо тепловой моделью с аномальной температурой от 10 до 29 кг, либо тепловой моделью с добавлением степенной компоненты. Температура плазмы при этом резко уменьшается. и спектр от наблюдения декабря 2008 года тоже имеет уменьшенную температуру плазмы и уменьшенную рентгеновскую светимость. Однако спектры от наблюдений января 2020 и марта 2021 года различились не так сильно, но тоже они по-другому спектр от марта 2021 года в нем температура плазмы меньше, чем спектр 2020 года. Оба спектра тоже могут быть описаны тепловой моделью с добавлением степенной компонента, которая не зависит от времени спектра. Не менее интересны еще звезды HD 95.6.3 и NGC 66.49.9 Они еще не наблюдались подробно в оптическом диапазоне, их рентгеновские спектры опубликованы только в обзорных работах, только рентгеновские. Видно сразу, что наверху картинки полученные из данных XMM Ньютон, что во время наблюдения летом 2021 года звезда 95.6.3 была менее яркой, чем в январе того же года, а также звезда NGC 66.49 тоже была менее яркой во время наблюдения в марте 2021 года, чем за 20 лет до этого. У звезды Hd 95.6.3 спектры, которые извлечены из наблюдений в январе 2021 года, могут быть описаны как двумя тепловыми моделями с температурой от 15 до 44 к, либо тепловые модели с добавлением степенной компонента, а спектры, извлеченные из наблюдений летом того же года, имеют скорость счета в два раза ниже, и его удалось аппроксимировать только степенной компоненту. тепловыми моделями его описать не удалось, а при этом рентгеновские светимости остались того же порядка, что и несколько месяцев назад. Похожая картина и у звезды NGC 6649.9. Спектры от наблюдения 2000 года можно описать либо тепловой моделью с температурой от 10 до 27 к, либо с температурой от 3,9 к с добавлением степенной компонента, а спектры спустя 20 лет имеют наблюдаемые потоки ниже почти в два раза и тоже могут быть описаны либо тепловой моделью с той же температурой от 7 до 29 к, либо только одной степенной компонентой. И рентгеновская светимость тоже от этого не уменьшается. И в качестве выводов можно сказать следующее. Если у звезд HD 45314 и 119 682 уже подтверждена прямая связь между массой и плотностью их оклозвездных дисков и интенсивностью рентгеновского излучения, то звезд 9563 и 6949 еще такой связи не обнаружено. И в то же время наблюдаемые потоки в рентгеновских спектрах уменьшаются, но температура плазмы и рентгеновские светимости остаются постоянными. В этом случае это уменьшение потоков может быть обусловлено скорее всего изменением угла наклона их звездного диска по отношению к наблюдателю. Но в обоих случаях характеристики степенной компоненты спектра остаются постоянными и возможно состояние звездного диска влияет только на генерацию теплового рентгеновского излучения. А если степен нетепловое рентгеновское излучение существует, оно является более стабильным нежели тепловое и имеет право на существование. На этом все. Очень лаконичный такой тем не менее емкий доклад. Друзья, вопросы? Пожалуйста. Сюда. Вы предполагаете, что ваша эмиссия Аш-Альфа принадлежит к диску, которую не тронет звезды. Предполагаем, это другие авторы. Дело в том, что и сама БЕ-звезда имеет эмиссию Аш-Альфа. Как их отделить друг от друга? Фильтр, он пропускает все. И то, и другое. Как выделить диск на фоне эмиссии Аш-Альфа от звезды? Вы же обращающиеся оболочкой. По самой характеристике самой линии. Если линия разбойна, значит, диск виден серебра и диска То есть, они еще и спектры имеют, да? Да, и спектры там были рассмотрены. Спасибо. Еще вопросы? кринать. Не верно, не вопрос для ас-Альфа изменили специалистов. Ведь у БЕ-звезд тоже есть акклеционные диски. А чем отличается гамма-кассиопея от БЕ? Есть БЕ-кассиопея. Я говорю. все акклеционные. Ничем это же и есть БЕ-звезд с дисками. А почему тогда типа это подкласс БЕ-звезд. Все, понятно. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста, у нас есть время. Нет вопросов. Спасибо большое. Очень хороший доклад. Александр Ильич, вам проезжу. Я хочу ничего. Так, переходим к следующему докладу. Значит, Маричева Маргарита Ильдерина и Шарина Моряшиманская. РИК СААУРА. Моделирование спектров суммарного изучения рентгалактических и шароводных скоплений. Погласно. Добрый день. Сегодня я бы хотела представить результаты моделирования спектров суммарного излучения шаровых скоплений в галактике М31 и ее окрестностях. Исследование этих объектов с помощью спектроскопии высокого разрешения требует больших временных сотрат. Выполненный нами анализ спектров низкого разрешения позволяет решать эту задачу немного эффективнее. В докладе будут усложены основные основы методики анализа используемого который мы используем. Наш метод в том числе опирается на изучение вклада звезд горизонтальной ветви в спектр суммарного изучения и как это влияет на подбор теоретических изохром. Также мы проводим сравнение полученных данных с таковыми у шаровых скоплений и звезд нашей галактики. Спектры объектов были получены на телескопе ПТА с помощью прибора Scorpio 1. Здесь в таблице перечисляются собственно объекты и в последних колонках полученные нами металичности, возрасты и удельные содержания гелия. Метод разработан и подробно описан в работе Шарина и соавторов 2020 года. В рамках метода мы выполняем моделирование спектров суммарного излучения шаровых скоплений с использованием моделей звездных атмосфер. Спектры отдельных звезд рассчитываются в приближении локального термодинамического равновесия с использованием моделей атмосфер, которые рассчитаны относительно солнечных содержаний. Синтетические спектры отдельных звезд складываются согласно функции Масшабрия. В этой работе мы используем два типа изохрон итальянских групп. Это изохроны Бертелли и изохроны Басти. Почему собственно мы используем изохроны Бертелли? Во-первых, они включают все интересующие нас стадии эволюции звезд от главной последовательности до АГБ и горизонтальной ветви. Во-вторых, эти изохроны позволяют нам варьировать параметр утильного содержания гелия, который наряду с металличностью и возрастом оказывает влияние на светимость и температуру звезд горизонтальной ветви. И в-третьих, химсостав звезд в этих моделей дается по отношению к тем же солнечным содержаниям, которые мы применяем в наших моделях. Мы также используем изохроны Басти. Они основаны на тех же солнечных содержаниях, однако удельное содержание гелия в них связан с металличностью и варьировать он его не позволяет. Собственно, для оптимизации объемов расчетов метод подразумевает процесс отбора точек изохрон. Отбор проходит в два этапа. На первом исключаются точки, параметры которых отличаются от соседних меньше чем на 6 соток по логарифму G и на 1 сотую по эффективной температуре. На втором этапе для оставшихся точек рассчитывается поток на 5000 хангстрем и исключаются точки, вклад которых в общий суммарный спектр меньше 0,2%. Для определения возраста удельного содержания гелия и содержания элементов выполняется попиксельное сравнение модельного спектра и наблюдаемого. Изохроны подбираются по схожести по форме водородных линий серии Бальмера. Поскольку ширина и глубина линий будет отличаться по-разному из-за различного вклада звезд разной светимости и спектрального класса. Здесь на рисунке показан пример приближения наблюдаемого спектра скопления по 9 модельным спектрам, наблюдаемая зеленая линия, модельный черный. И также на график нанесены основные спектральные особенности, на которые мы опираемся при анализе. Как уже говорилось, мы в этой работе исследуем вклад звезд, как параметры звезд горизонтальной ветви будут влиять на форму водородных линий серии Бальмера. Мы хотим показать это на примере синтетических спектров суммарного излучения. Здесь на графиках показано, как в теоретических изохронах с возрастом меняется эффективная температура и светимость самых горячих звезд горизонтальной ветви и точки поворота. видно, что с возрастом светимость звезд точки поворота и эффективная температура плавно уменьшается с возрастом, светимость звезд горизонтальной ветви также плавно уменьшается с возрастом, однако температура растет и растет она нелинейно и с разным темпом для разного утильного содержания гелия. Собственно про водородные линии. Здесь на графиках приведено изменение глубины и ширины трех водородных линий серии Бальмера H-дельта, H-гамма, H-бета в синтетических спектрах без учета звезд горизонтальной ветви. Видно, что последовательности монотонные, поскольку с возрастом будет меняться только светимость и температура звезд точки поворота. В случае, когда мы учитываем звезды горизонтальной ветви последовательности перестают быть монотонными, что мы видим? Изначально глубина и ширина водородных линий падает, поскольку и падает она до тех пор, пока температура звезд горизонтальной ветви не достигает температуры звезд точки поворота. С этого момента линии становятся глубше и шире до момента, пока звезды горизонтальной ветви не достигают температуры порядка 9000 кельменов. Здесь точками на графике для примера нанесены значения глубины и ширины для скоплений, следуем скоплений обоу-13 и 5 скоплений нашей галактики. Переходя к результатам мы сравниваем полученный нами химсостав для исследуемых вне галактических скоплений с химсоставом для шаровых скоплений нашей галактики. Скопления были расстелены на три группы по металличности. Для первых двух групп с металличностью минус полтора и минус два декс. Химсостав схож в пределах двух десятых декс. Сюда включаются как ошибки определения, так и реальные различия химсостава. Сравнение для скоплений с металличностью меньше минус двух декс. Сравнение хуже, но и расспрос к металличностям там больше. Также мы приводим сравнение наших содержаний с содержаниями для шаровых скоплений в М31 и содержаний для звезд поля нашей галактики. В целом сравнение получается удовлетворительным за исключением сравнения для углерода, поскольку полученные нами содержания для шаровых скоплений отличаются от содержаний для шаровых скоплений из работы с Акари на порядка две десятых декс. Мы связываем это различие с тем, что с Акари и соавторы использовали в своих исследованиях инфракрасный диапазон, который в основном чувствителен только к звездам вершины ветви красных гигантов, в то время как наш спектральный диапазон включает в себя все стадии эволюции звездной и в том числе главную последовательность, которая вносит большой вклад в суммарный спектр. Как известно, в процессах перемешивания содержания, при движении звезд вверх по ветви красных гигантов содержание легких элементов будет меняться. в этом и, возможно, проводится наше развлечение. Собственно, здесь я превожу наши выводы. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Мысли и события настолько дисциплинированы. Мы идем уже с опережением графика, поэтому вопросы. Да, это хорошо. Александр Федорович первый, потом Исфаншев. Куда идти? Да, да. Скажите, пожалуйста, вот у вас данные по скоплениям, а градиент химсостав вы считали? Можно посчитать с тем, что в нашей галактике? Есть какие-то там разницы? Это было бы интересно. Градиент пока не сравнивали, но пока возможность есть, если наберем статистику. узнать, но я знаю. знаю. Я А здесь раньше. Скажите, пожалуйста, сколько звезд в среднем каждом шаровом скоплении, которое вы изучаете? Зависит ли количество звезд от того, полученный спектр? Мы скажем, с малым телескопом, мы с большим. не влияет ли это на итоги в конце концов? В селекции. В селекции, да. Как бы шаровые скопления в среднем содержат сотни тысяч звезд. Вопрос в том, наверное, населенность каждой стадии эволюции. Вот это, скорее всего, будет влиять на результат. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо за доклад. Как я понял, вы использовали модель разового звездообразования. Простой? Да, простой. Потому что вы знаете, что для ряда скоплений несколько функций, несколько, вернее, главных последовательств вот этих самых диаграмм. Да, но, к сожалению, наш метод может только косвенно сказать о том. Ну, обычно, по крайней мере, для скоплений нашей галактики, они все содержат как минимум два населения. два населения. Пример, да. Да, но наш метод, к сожалению, не может. Кроме того, массивные скопления еще довольно пятнистые по химсоставу, несмотря на всю динамику, но тоже представляете. интересно мы работаем над чем. Это будет следующий день, раз. Интересно в плане скопления заранее. Как я дал тебя дно, Ольга Синтарова. Насколько интересно, интересно, правильно я понимаю, что вы имеете спирта в шаровом скоплении как целого. Тогда вопрос, сколько вы звезд наблюдали в шаровом скоплении и не имеете какого смысла. Сколько звезд в этом скоплении ? ну они находятся там плод тем более вне галактической, какая там верхняя, нижняя, сколько пекста. Жан, дармиде сотни вообще-то нет, может быть это можно сотни, но каждый его не разрешаешь. Еще вопросы? Нет вопросов. Спасибо вам большое. Прекрасный доклад. Следующий доклад, следующий доклад, так, ну, начинается, да, мы закончили с атмосферной год, следующие доклады будут посвящены магнитным полям звезд. И приглашенный доклад, все того, Дмитрий Дмитриевич, тяжеловес, звездно-магнетизм, пожалуйста, особый минут. Пройдем с небольшим опережением, как у меня. Но все равно, где-то 5 минут оставьте на вопрос. да, Я имею ввиду, что подготовиться к тому, что вам хочется быть лучше. администрации краном поделиться. возможно, это краном. Я еще буду. Да, значит, я хотел бы начать с того, что еще раз подчеркнуть, что это приглашенный доклад. Не потому, не из стремления к славе, а из-за того, что, ну, будучи человеком, как мне кажется, более или менее разумным, я, конечно, никогда не стал бы сам заявлять подобный доклад, потому что мне сейчас придется говорить массу неприятных вещей. А кому охота это делать? Да, мне, ну, я просто постараюсь как-то объективно, ну, в меру своего понимания рассказать о тех проблемах, которые возникают при сопоставлении наблюдательных данных о магнетизме, о звездном магнетизме и теоретических идей. Я должен сказать, конечно, вот мы сейчас слышали вот замечательные там доклады, вот Грантин рассказывал очень интересно про огромный прогресс в наблюдении звездного магнетизма. Но беда состоит в том, что те ответы, которые мы таким образом получаем, это не совсем то или совсем не то, что хотели бы слышать теоретики. И ладно бы, нельзя было бы ответить на те вопросы, которые кажутся критическими для понимания природы звездного магнетизма. На самом деле все есть. Нету такой интенции выяснять именно те вопросы, которые кажутся критическими. Я попробую про это поговорить. Ну, я, конечно, я буду несколько сгущать краски, да, но это значит, необходим. Значит, проблем, вот здесь написано, что вот замечательно есть всякие замечательные достижения, про которые отчасти говорилось в предыдущих докладах, отчасти будет говориться. я про это буду по-менимому говорить. Вот, ну, во-первых, прекрасно заниматься, ну, скажем, звездными джетами, или, скажем, столкновением черных дыр, звездных масс, ну, или всякими вот такими, но я хочу сказать, что вполне возможен взгляд со стороны физики Солнца, ну, я понимаю, что Солнце это более или менее рядовая звезда, но нам она как-то близка по ряду таких уже фараон Эхнатон, как известно, отмечал, что жизнь на Земле, она в некоторой степени зависит от того, что происходит на Солнце. Ну, и в более близких нам категориях, вот сейчас специалисты по изотопной геохимии отмечают, что времена викингов было исключительно сильное протонное событие, которое беспрецедентно по масштабу, и вот если бы оно сейчас произошло, ну, довольно трудно сказать, как бы это отразилось на современной техногенной цивилизации. Ну, представьте себе на минутку, что сгорели бы все серверы, где хранятся астрономические данные, ну, мы просто были бы отброшены на несколько десятилетий назад, даже если бы никакого другого ущерба не нанесло, а так, черт его знает, вообще самые разнообразные последствия всего этого могут быть, и просто, ну, элементарный ориентировочный рефлекс заставляет во всем этом разобраться, нет никакого сомнения, что это, ну, факт, связанный с солнечным магнитиком, и, в общем, в таких вещах можно разобраться апеллируя там к солнечно-звездным аналогиям, вот завтра Мария Михайловна Кацова будет про это рассказывать. Вот, теперь я сразу скажу, вот практически единственное, что хочется с точки зрения теории, это чтобы был мониторинг, значит, есть три основных задачи, первая мониторинг, вторая мониторинг, и третья тоже мониторинг, сейчас я попробую эту мысль развить. Значит, ну, естественно, в такой постановке вопроса, естественно, оттолкнуться от того, что мы знаем о солнце. Вот, это самая такая первичная характеристика солнечной активности, это значит, ну, одна из версий того, как восстанавливается солнечный цикл по данным о солнечных пятнах. Значит, вот здесь приблизительно 400 лет, уже немножко больше наблюдений. Значит, ну, во-первых, это наблюдение вот где-то вот только вот здесь вот, это наблюдение стали наблюдения магнитные. Ну, это конкретно картинка, это температурные данные по солнечным пятнам. но, вот, вот, прекрасно, что Хейл научился мерить магнитное поле в солнечных пятнах. Это замечательное достижение, глупо было бы с этим спортом. Но вот то, что до этого 300 лет наблюдали распределение температуры, ну, это гораздо легче, во-первых, а во-вторых, это нисколько не менее интересно. Значит, второе, это нам дает представление о том, как устроено значит, магнитное поле Солнца. Ну, мы про это стали, ну, наши предки стали догадываться после наблюдений Хейла, ну, в общем, мы теперь это экстраполируем на предшествующее. Ну, вот, эта картинка, это бутерфлей, солнечная бутерфлей диагонка. Мы здесь видим волны активности, которые бегут от средних широт к солнечному экватору. Значит, ну, вот здесь вот эта красненькая, это солнечная экватор, одновременно ось времени, а вот это значит, широта, это широтно-временная диаграмма. Ну, и здесь цветами показана полярность значит, групп солнечных пятен, видно правило полярности Хейла, значит, у него, естественно, есть исключения, значит, они тоже очень представляют большой интерес, вот сидят замечательные представители Крымской обсерватории, где удалось наловить систематическое изучение этого феномена, ну, сейчас отвлечемся от этого. Значит, вот на основании этой картинки делается умозаключение, что где-то внутри Солнца есть тороидальное магнитное поле. Оно прямо не видно. Вот вот это вещь очень, ну, она с одной стороны тривиальная, а с другой стороны она очень трудная для понимания. Магнитное поле в конкретном индивидуальном солнечном пятне, оно вовсе не направлено по Азии. Оно там в основном у него радиальная компонента, оно выпирает оттуда из подсолнечного, из солнечного этого самого нетр, ну, и там оно направлено на магнитное поле, ну, либо от Солнца, либо на центр Солнца, либо наоборот. Но вот здесь делается умозаключение о том, что это происходит ну, во многом от того, что всплывает преимущественно тороидальная компонент солнечно, вот магнитного поля Солнца, которое дальше деформировалось. Значит, к сожалению, мы его не видим прямо. Вот нет способа его прямо пронаблюдать. А в то же время мы знаем, что у Солнца есть полоидальная компонента, ну, в нулевом приближении дипольная компонента магнитного поля, значит, и вот нет сомнения, что они там существуют, обмениваются, из одной компоненты получается другая, сейчас я поговорю про то, как это в деталях происходит, но вот прямо эта тороидальная компонента магнитного поля, она недоступна наблюдить, и с этим приходится сживаться. Значит, мне будет полезно, я понимаю, что это у нас конференция по астрономии, а не по геофизике, но у нас есть второй объект, который мы, магнитное поле которого мы хорошо знаем, это Земля. И на Земле тоже есть доступная для наблюдения, ну, в основном дипольная компонента магнитного поля, там внутри вот все специалисты единодушно согласны, что там есть сильное тороидальное магнитное поле, но вот здесь есть солнечные пятна, которые позволяют это пронаблюдать, а на Земле нет никакого сомнения, что никаких солнечных пятен нет, и там мы этого наблюдать не можем. Значит, из этого есть такой один немедленный вывод, природа магнитного поля и природа солнечных пятен это несколько разные вещи. Значит, очень хорошо, если человек может как-то синтезировать это вот все, но вот прямо процесс образования солнечного магнитного поля не является прямо функцией образования солнечных пятен. Я понимаю, что может реализовываться схема Бобкока Лейтона, в которой солнечные пятна играют существенную роль, это все правда, но это два разных физических процесса, которые оказались сосуществующими одновременно. В этом тоже приходится разбираться. Значит, вот мысль о том, что в теории конечно существует тероидальная и полоидальная магнитная путь. Вот как бы это сказать, вот мысль о том, что тем понятия, которые существуют в теории, это не прямо то же самое, что в наблюдениях, она тоже с одной стороны тривиальная, а с другой стороны она тоже трудная для понимания. Ну, я долго думал о том, какой привести пример, но я приведу бытовой пример. Вот число Пи, это математическая абстракция, очень полезная в разных областях физики, но вот если я завтра там пойду в лес, я там могу встретить, ну, я не знаю, пьяного фулигана, но, допустим, наверное, нет, но вот числа Пи я там точно не встречу, и нет такого места, где я телесно могу встретить число Пи. Вот ровно в той же степени вот это вот тероидальное магнитное поле, это вот такая же теоретическая абстракция. А в артехнице Куликов говорили для древнанских китов. Да, 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 ну, ну, вот, это, это, это такая неприятная правда, она, в принципе, должна быть отрефлексирована в художественной литературе, разница между идеальными объектами и наблюдаемыми, но, реально, я, значит, самое близкое, что я могу привести, это из литовской классической литературы, там была замечательная писательница Жемайте, которая написала прекрасный рассказ Йонаса от того сейчас, который, значит, посвящен целиком разъяснению этого, этой коллизии, могу в перерыве более подробно рассказать, советую почитать, заодно, что называется, литовский язык подучите, вот, ну, ну, вот, значит, теперь, ну, вот то, что я, значит, вот снапшот данного распределения солнечных пятен в данный момент, он, к сожалению, практически бесполезен для теоретических изысканий. Вот, вот, если сейчас на Солнце, ну, допустим, какая-нибудь, ну, допустим, что вот сейчас солнечные пятна или там протуберанцы или еще что-нибудь на солнечной поверхности образуют какую-нибудь фигуру, ну, я не знаю, там, доллар, например, или там символ евро или еще что-нибудь, или рубля, из этого, ну, никаких нельзя вывести научных следствий. Значит, просто, просто, значит, вот на каждом шагу приходится сталкиваться с тем, что для того, чтобы получить какие-то осмысленные данные, приходится заниматься, ну, таким массированным осрединением. причем это, ну, есть, ну, этот эффект хорошо известен, ну, скажем, при наблюдении магнитных полей галактик. Вот там, ну, просто в галактиках мы можем, в спиральных галактиках мы можем внутрь области, где работает механизм образования магнитного поля заглянуть. И там, вот, каждое увеличение разрешающей способности приводит к тому, что люди говорят, что все рассыпалось, и потом учатся снова разумно осреднять, и дальше получается более или менее разумная кодерентная картина. Вот, ровно то же самое относится к солнечным пятнам. Поэтому, когда вы видите, ну, скажем, обратное доплеровское изображение, тебя спрашивают, что ты по этому поводу думаешь? Единственный ответ – ничего. Потому что вот никак это не помогает для, значит, осмысления того, что там происходит внутри звезды. Значит, для того, чтобы как-то судить о физических процессах, приводящих к формированию магнитного поля, нужно наблюдение за период времени, сопоставимой с звездным циклом. Ну, если ориентироваться на солнечные масштабы, это порядка 10, лучше 22 года. Значит, это приводит к… ну, а лучше несколько солнечных циклов, конечно. Значит, для физики солнца эта задача была решена на рубеже 17-го, значит, на рубеже 16-го и 17-го века. Значит, ее решение принадлежит королю Франции Людовику 14-го, который отчетливо понимал, что для того, чтобы что-то разумное сказать про солнечные пятна, нужен их мониторинг. Вот он организовал мониторинг, который продолжался приблизительно 70-го. Вот никакого другого пути не просмотрен для того, чтобы это все сделать. Значит, ну, сейчас я про теорию я немножко, ну, давайте про теорию расскажу немножко. Значит, как... А как? Да. Значит, какой процесс приводит к формированию магнитного пути? Ну, если не заниматься фантазиями, то это электромагнитная индукция. Просто нет, нет, в физике ничего другого более или менее подходящего. Я сейчас не говорю о, там, скажем, о звездах, там, это все очень хорошо, очень здорово, но вот если говорить о чем-то похожем на Солнце, то это вот так. Значит, схема, по которой это все осуществляется, она вот здесь нарисована. Она связана с дифференциальным вращением и нарушением зеркальной силы. Значит, здесь мы подходим к еще одной очень существенной проблеме. Ну, дифференциальное вращение внутри Солнца, это, допустим, есть гелиососейсмология, ну, даже есть, значит, попытки сделать, ну, есть там развитие на звезды. Значит, про нарушение зеркальной симметрии ситуация гораздо хуже. Просто это вещь, которая трудноизмерима даже в лаборатории. Ну, там есть большой прогресс и для Солнца задача во многом решена. Ну, для звезд, конечно, это очень удалено от решения. Значит, это нарушение зеркальной симметрии очень небольшое, порядка 10%. Его действительно очень трудно наблюдать. Значит, про теоретические оценки это, ну, тоже, в общем, трудно. Значит, есть развернутые модели солнечного динамо и геодина. Они воспроизводят известную эмпирическую реальность. Но они ее воспроизводят за счет того, что при их создании люди хорошо знали то, что они хотят воспроизвести и осознанно шли к тому, чтобы воспроизвести именно это. Они очень жесткие. Вот, ну, просто если у вас есть, значит, ну, допустим, люди сеточными методами решают, вот у вас есть сетка, значит, 1024 в кубе. Вы для того, чтобы на ней работать, вы должны такое количество данных, ну, как-то задать. что-то задать. Вы даже близко ничего подобного в какой-нибудь звездной астрономии, каких-нибудь конкретных звезд нет. Вы это чем-то восполняете. Причем восполняете, ну, чисто таким эмпирическим путем. Очень трудно проверить, что именно в имеющихся моделях выполняет эту роль. Ну, значит, не показывая пальцем, я могу сказать, что мне приходилось проходить такое жизненное испытание, когда, значит, для некой там группы звезд, вот до этого пользовались одной моделью, одной численной моделью, а после этого стали пользоваться другой, написанной ровно в той же самой парадикле. и ровно в общем так же. И она стала воспроизводить нечто совершенно другое. Это неприятная правда из повседневного опыта. Но только они для Солнца воспроизводят одно и то же, а вот для тех звезд, которыми мы интересовались, они вовсе не одно и то же воспроизводят. Происходит это потому, что механизм-то общий, но он дает массу самых разнообразных конфигураций магнитного поля. И вот так заранее сказать, что вы попадете именно в нужную, во-первых, непонятно, какая нужная конфигурация, это очень трудно. Известно это с начала, с конца 80-х годов. С этим никто не спорит, что этих конфигураций возможно много. вот, теперь в принципе, черт возьми, это все здорово, почему-то, а? Некабли. Да. Сейчас, минутку. О, да. Это можно аргументировать разными звездными данными, но проще аргументировать сравнением с тем, что происходит на Земле. Вот на Земле там тоже работает примерно то же динамо, что и на Солнце. Но вместо квазипериодического процесса, очень близкого к периодическому, есть хаотическая последовательность инверсии геомагнитного поля. Вот это называется магнитостратографическая шкала, которая нам, геологами, замечательно предоставлена. здесь вот ту черненькая и беленькая, это когда периоды времени, геологического времени, когда магнитный диполь смотрел так же, как сейчас и в противоположном направлении. Ну, это вот то, что палеомагнитологи могут воспринять. Ну, сейчас не будем обсуждать ограничить достоинства и недостатки палеомагнитологии как в науке, но вот это совершенно не похоже на то, что бывает на Солнце. И главное, вот простейшие модели солнечного динамо, самые такие простые, они тоже воспроизводят огромное богатство самого разнообразного. Что получается, если я в них начинаю более-менее свободно оперировать с входящими туда параметрами. Ну, не буду. Вот здесь диаграмма, которую для самой простой модели, которая Паркером в 55-м году была предложена, это вот воспроизводить. Значит, временные последовательности могут быть самые разные. Вот три возможных варианта. Они исследованы, да, вообще этот процесс, он воспроизведен в современной лаборатории. Вот эти вот три варианта, они в лаборатории воспроизводятся. И тоже не очень понятно почему. Вот вопрос о том, почему, вот скажем, вот здесь вот на левом верхней картинке есть осцилляции с нулевым средним, ну, такие инверсии магнитного поля, это понятно. А вот почему они вот здесь вот на ненулевом уровне осцилляции, так вот, мало понятно. Почему вот здесь вот такие сильно не синусоидальные колебания, ну, то есть, есть какие-то соображения, то есть, все силы брошены на объяснение солнечной феноменологии, которая, да, действительно понятна. а здесь есть, ну, такие отдельные работы, которые, ну, как-то там смотрят за всем этим, но на все просят отвечать, но поскольку, говорят, чем ты занимаешься, ну, пытаюсь объяснить, откуда это берется. А на каком это объекте бывает, да, что-то узнает, ну, соответственно, с соответствующими результатами. Значит, вполне могут быть теория легко предсказывает самое разнообразное строение бетерфлея-диаграмм. Могут быть бетерфлея-диаграммы, которые бегут от средних широт к экватору, к полюсу, например. Да более того, если вы на Солнце возьмете не трассеры в виде в виде солнечных пятен, а возьмете, ну, скажем, полярные факелы, там тоже обнаружится такая ветвь, более того, скажем, если вы заинтересуетесь, какая там мода возбуждается прежде всего, то получится, что мода с числом L5, значит, симметричная мода с числом L5, и она тоже, в общем, получается более или менее из всего этого. Вот, то есть, богатство очень большое, оно, его, в принципе, вполне можно, ну, есть еще много, много чего, про что я не буду говорить за недостатком времени. Есть, в принципе, путь для того, чтобы это все наблюдать. Ну, есть, во-первых, замечательный АШК-проект, который ориентирован на изучение солнечных циклов, звездных циклов. Это основной источник того, откуда теоретики берут данные о звездном магнитине. Вот это Сали Балюнос, один из лидеров этого самого проекта. Вот проект длится достаточно долго. За это время несколько поколений лидеров этого проекта сменилось. Вот здесь Сали такая молодая симпатичная женщина, сейчас она уже пенсианин. Пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы архив этого проекта не пропал бы, не ушел на пенсию вместе с ним. Ну, вот задача компиляции данных таких долговременных проектов, это чрезвычайно сложная вещь, где неожиданно, мы так привыкли стоять на точке зрения, что есть благородная наука, физика, астрономия, все такое, а есть всякая дрянь в виде истории, социологии и так далее, где ничего нет устойчивого и все такое. Как только вы занимаетесь задачей реконструкции таких длинных временных рядов, там мгновенно все то, что мы хотели сказать плохого об истории, там мгновенно это все образуется и вы в полной мере это получаете. Причем там обнаруживается, что там национальное различие того, кто на это смотрит, ну, мгновенно. Вот. Но этот, значит, вот Вильсон придумал этот замечательный проект, и он прежде всего он ориентирован на выявление циклов. Но здесь тоже есть маленькая такая деталька важная. Вот на самом деле мы сейчас по солнечным данным мы знаем, что у Солнца кроме дискретного спектра солнечного цикла там есть непрерывный спектр колебаний. Ну, вот есть. Он плохо вписывается в стандартные представления теории Динамо, они требуют разработки, это вопрос для таких узких специалистов и так далее. Но вот он очень плохо отрефлексирован на таком уровне обработки данных наблюдений. Если у вас есть, скажем, 100 лет наблюдений какой-нибудь звезды, это очень большая редкость, и вы хотите, ну, скажем, 6 циклов активности по ним восстановить, это требует огромного, огромных усилий, и доказать, что это именно циклы, то есть собственные колебания, а не элементы непрерывного спектра необычайно трудно. Ну, я просто за недостатком времени отсылаю к обзору фрик и других успехов физнаук, где, значит, ну, за прошлый год, может, за позапрошлый, где, значит, вот, ну, я там тоже участвовал, и там мы эту крайне неблагодарную тему постарались обсудить. Ну вот, но тем не менее, значит, вот я про этот самый непрерывный спектр, значит, есть примеры, где удается и для звезд, ну, как кажется, разумно аргументировать, что там тоже бывает непрерывный спектр, но это очень хотелось бы как-то расширить. Но самое главное, вот, обратное доплеровское изображение, это это ведь наше. Вот я здесь позволил себе одного, портрет одного из участников провести, ведь они же в 82-м году Вера Львовна Хохлова делала доклад известный, где, значит, в стенограмме написано, когда ее стали спрашивать Вера Львовна, а что вы предполагали про конфигурацию солнечных пятен, звездных пятен, она сначала так не очень понимала, про что ее спрашивают, а потом говорит, да ничего, мы не предполагали. А дальше в стенограмме написано в зале установилось долгое тяжелое молчание. Все пони поняли, какой силы результат. Так вот, казалось бы, ну хорошо, ну их прямо вот это нельзя применять к солнцу, но адаптировать это к построению звездных бетерфлей диаграмм можно. Не нужно определять определять координаты координаты каждого пятна. Достаточно вполне будет определять зону, которая покрыта пятнами. безразлична, какая у них долгота. Это, конечно, значительно упрощает задачу. Ну и хотя бы, ну я не знаю, ну если бы такая задача была поставлена в 80-х годах, мы сейчас и пронаблюдали бы такую выборку звезд, сопоставимую с выборкой, которую сделал Вильсон, ведь у нас сейчас был бы просто богатейший материал по этим самым, по возможным конфигурациям магнитного поля звезд. Это ведь эти наблюдения были доступны в 80-х годах. Они ничего другого не нужны. Ну казалось бы, почему этим не заняться? Почему ведь я лично к вам обращаюсь? Ну прекрасно заниматься АП-звездами, но почему этим-то не попробовать организовать наблюдения? Ну замечательно, АП-звезды это прекрасная вещь, но я понимаю, да, я понимаю, да. Вот, значит, вполне могут быть, вот скажем, известные солнечные архивные данные говорят о том, что мы вполне можем встретиться на квадрупольной конфигурации магнитного поля. есть то, что намекает на возможность существования преимущественно квадрупольного магнитного поля. скажем, это не исключено, что такое существовало там короткий период в 17 веке. В это время, скажем, токовые слои были совершенно другие, чем сейчас. У них была там динамика совершенно другая, это явно было бы заметно, было бы, ну, скажем, то, что называется Mixed Parity Solution, такие несимметричные распределения магнитного поля, тоже наблюдались в конце минимума Ундера вполне, вполне возможно нечто подобное было и в, ну, можно наблюдать и в других звездах. Значит, открывается целая, ну, целая серия разных возможных конфигураций звездного магнитного поля, которые вполне могут быть, могут быть, ну, динамика магнитных полей может быть совсем другая, чем на Солнце. Там в выборке Ашка проекта там примерно 20% звезд только демонстрируют циклы, ну, вполне сопоставимые с Солнечным циклом, а другие это 4,5, чего они демонстрируют. Значит, там, я понимаю, конечно, что если чего-то не видно, то это не значит, что этого нету, но вполне возможно, что там есть тоже непрерывные, непрерывно заполненный спектр вариаций магнитного поля, с не очень понятно, какой конфигурации магнитных полей. Но я, наверное, должен оставить время на вопросы. Я понимаю, что... Да, но все-таки, наверное, будет разумно, если я побольше немножко времени оставлю на вопросы, но кажется, кажется, что это то направление, куда разумно обратить свое внимание, в особенности, если сейчас как-то построить предельный телескоп, основываясь на, скажем, на гранте РФФИ, это не совсем реально. А вот... и даже маленький, и даже маленький, да. А все-таки вот обдумать о том, что программа мониторинга, которая просто в силу огромной востребованности, она будет на ура воспринята мировым, ну, узким мировым сообществом специалистов в этой области. Это нельзя, РНР, это нельзя. Ну, РНР, я хотел сказать, РНР. Да, не придирайтесь к этому сам. Ну, все, я кончил. Спасибо большое, что у вас есть. Ну, лучше всего это ежемесячное построение обратных доплеровских изображений для выбранной, для разумно сформированной выборки звезд. Вы знаете, даже на лучше, конечно, солнечного типа, лучше, лучше, конечно, солнечного типа, но в конце концов ситуация настолько тяжелая, что, в общем, хочется сказать, да любые. Любые, лишь бы она была в разумных пределах однородной, и наблюдение проводилось бы достаточно часто, но это не были бы АП-звезды, где не об этом речь. Для АП-звезд Иосиф Иванович и так это проводит, да, поэтому чего об этом говорить, да. Просто их легко наблюдать. Ну, я понимаю, да, конечно. Солнечный тип, который мы интеграли в виде магнитуры. Я понимаю, да, но и здесь речь идет о среднем по широте в магнитном поле. Да. Я бы вам задал ключи вопроса, но председатель не даст, я же понимаю, поэтому выйдет такой общий два вор-дом, может быть, так. Вот известно, да, есть локальные поля Солнечной в Пяти, ну, не знаю, там, тероидальность, и ладно, есть общие полаидальные или какое-то дипольное поле Солнца, там один или два Гаусса потом меняют полярность. А как образовались поля пятен, ну, или там, локальные поля, оно как-то более-менее понятно, это вот на глазах развивается, длится процесс месяцы. А вот как могло образоваться дипольное вот это поле, это что, генерация, или это реликтовое поле или что? Нет, это, значит, да, это динамо, безусловно. А в других звездах? Потому что, я понимаю, а при звездах не будем сейчас, да, но я на всякий случай скажу, что я, конечно, совершенно согласен с представлениями о природе магнитных полей от звезд. Дело в том, что вот поля холодных звезд измеряются, там тоже два килогауса в среднем, что там в таком духе. А какие у них, есть ли у них общие глобальные поля, неизвестно, потому что массовых измерений с точностью один гаусс невозможно делать. А что вы думаете на этот счет? Значит, на этот счет есть центральный вопрос. Есть у них цикл или нет? Вот. Да. Если есть цикл, это практически наверняка тоже та же самая природа, что и у Солнца. Значит, это понятное дело, что измерение полей там порядка гаусса на поверхности невозможно. Это пока что невозможно, но это где-то там когда-нибудь, да, но наблюдение у них звездного цикла это серьезный аргумент в пользу того, что у них есть такой же механизм. Надо десятилетия нам хотя бы пятизвезд. Ну, конечно, 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 но, понимаете, если бы вот в 80-х годах эта цель была бы поставлена, они бы были. Технически было плохо, вы работали на фотопластинках, и это потом наступили знаменитые жуткие 90-е, когда ничего не было. И только где-то ну, с ТЗС-Матриц в современные начали. Я понимаю. Я для сравнения скажу, что как сохранились воспоминания значит, о том, как Людовик 14-й работал со своими астрономами. Значит, к нему значит, герцог де Сан-Симона их оставил, значит, пишет, пришли к нему какие-то совершенно ненужные люди, они даже не герцоги, можете себе представить, пришли к королю и с ним обсуждают какую-то астрономию. Это же совершенно скандал. Вот, и у них не было тоже ПЗС-Матриц и все такое. Дмитрий Дмитриевич, все-таки вопрос еще. Спасибо. Прекрасный доклад. Спасибо большое. Пожалуйста. Где он? Мониторинг планет-гигантов. Там же пролетные наблюдения прежде всего. Ну, конечно, очень хотелось бы какую-нибудь станцию вокруг Урана, чтобы она работала хотя бы лет 10 и только да. Ну, по Юпитеру кое-что есть, но там не такая привлекательная ситуация, как на Уране, где магнитное поле почти перпендикулярно оси вращения. Ну, и хотелось бы с этим разобраться. По Юпитеру да, лучше, конечно, ситуация. Дмитрий Дмитриевич, я свой вопрос так скажу. Да, да, да. Он вообще в продолжении того, что говорил Юсиф Иванович, просто сам тоже занимался моделированием магнитных полей, так сказать, АПЗовский или так. Причем не тех, о которых говорили, так сказать, не динамит. Мы там прекрасно видим диполи, попу, диполи и так далее. У меня вопрос. Вот эти диполи на самом деле это действительно диполи, либо это результат нарушения зеркальной симметрии распределения мекомасштабных полей. Это для меня... Это, значит, несомненно, внутри звезды есть магнитное поле, в котором есть не только дипольная компонента, но и троидальная компонента, и масса мелкомасштабного магнитного пути. Значит, в спиральных галактиках мы это, в млечном пути, мы это мелкомасштабное магнитное поле мы видим непосредственно. Оно примерно в два раза сильнее, ну, в 1,8 раз, оно сильнее крупномасштабного магнитного поля. Значит, на Солнце, вот статистика пятен, нарушающих правила полярности Хейла приводит к мысли, что там тоже есть это мелкомасштабное магнитное поле, и оно тоже примерно в два раза сильнее крупномасштабного магнитного поля. Значит, вот картина случайного поля, которое в два раза сильнее среднего поля, оно довольно, ну, его довольно трудно так вот непосредственно воспринять. Вот, как правило, когда речь идет о наблюдениях магнитных полей Млечного пути, ну, вот, уважаемый, значит, наблюдатель, не буду называть фамилии, когда вот он это пронаблюдает, он говорит, да нет, в Млечном пути никакого крупномасштабного магнитного поля, это вы все напридумывали. Ну, потом, значит, ему говорят, ты посредни немножко, и, значит, оно там выявляется. Так что это, да, да, нет никакого сомнения, что там внутри оно есть. Оно по... Да, да, хорошо, хорошо. Я вам задам еще вопросы. Ради Бога, да. Спасибо. Я сам покинул, но, так сказать, это стоило так. Значит, следующий доклад, это у нас тематический доклад Японии передел из Офрода в Лизине магнитных полей оба звезд в Саудан. Японии. Я понял, да, я, наверное, побыстрее даже закончу. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я представляю лабораторию исследования магнетизма Сауран. Вот, и в рамках отведенного мне времени мне бы хотелось рассказать, что и как мы измеряем, когда речь заходит об измерении магнитных полей звезд, в частности, звезд верхней части и главной последовательности. Потому что нужно отличать магнитные поля от магнитных полей, как нам Дмитрий Дмитриевич сейчас уже рассказал, да, потому что наблюдательных проявлений магнитных полей на диаграмме Гершнуга-Рессела великое множество. И это определяется природой тех объектов, которые мы изучаем. Если говорить про главную последовательность, посмотреть на нижнюю часть главной последовательности, где в основном представлены солнечно-подобные звезды, от поздних F до К, то упрощенно структуру таких звезд можно представить вот в виде такой схемы с лучистым ядром и конвективными внешними слоями. И эти конвективные внешние слои будут определять характер переменности вот таких магнитных полей, о чем говорилось в предыдущих докладах. Это сложная топология, где будут пятна, петли, протуберанцы различные. Это поле будет дико переменным на разных масштабах, от часов до дней и лет. И определяется тем, что там прекрасные условия для работы механизма турбулентного динамо, паркеровской схемы, о которой подробно говорилось в предыдущем докладе. Однако по мере продвижения вдоль главной последовательности в сторону высоких масс, картина структуры звезды меняется на противоположную. И ядро становится конвективным, а внешние слои становятся лучистыми. Таких условий для возникновения динамо нет. Однако магнитные поля наблюдаются, но они имеют совершенно другие проявления. как правило, мы наблюдаем поля простой топологии, дипольный, реже квадрупольный, которые имеют сильную напряженность, достигающую нескольких десятков килогаусс на поверхности звезды. При этом они остаются стабильными на больших временных масштабах, сравнимых с жизнью самой звезды на главной последовательности. Но подобные магнитные поля, если взять весь объем звезд такого спектрального класса, по разным оценкам составляют от 7 до 10%, а остальные звезды таких сильных магнитных полей не выказывают. Вот сейчас можно разделить все известные нам по магнитным характеристикам звезды на три таких больших группы. Это классические АП-БП звезды с пекулярными спектрами, которые давно известны, которые обладают самыми сильными магнитными полями. Отчасти продолжением этих АП-БП звезд в более горячую область, более ранних Б и О звезд являются массивные магнитные звезды. Спектры у них уже ближе к нормальным, не выказывают таких сильных пекулярностей. И остальные звезды этих классов показывают так называемые, это было открыто с вводом в эксплуатацию спектра полириметров нового поколения, Эсподонса, Харпса и так далее, и мультилинейных методов, которые позволили зарегистрировать поля единиц и десятков гаусс на поверхности. Ну и считается сейчас современная теория, что именно такие поля находятся в основной массе ОБА звезд. Такая картина объясняется современными теоретиками тем, что природа таких магнитных полей реликтовая. Это значит, что они образовались скорее всего еще до стадии главной последовательности, потом произошла релаксация этого магнитного поля до какой-то стабильной конфигурации, которая поддерживается во время жизни каким-то динамоподобным механизмом. О природе этого динамоподобного механизма сейчас ведутся дискуссии в литературе к какому-то единому решению пока не пришли. Вот. Как мы наблюдаем магнитные поля в Сауран. Здесь будет попроще. Магнитные поля в спектрах звезд проявляются благодаря эффекту Зиемана. Дело в том, что спектральная линия во внешнем магнитном поле расщепляется. Это расщепление заметно в неполяризованном свете в виде дополнительного уширения спектральной линии. Это уширение пропорционально величине магнитного поля и длине волны линии индивидуальной чувствительности к этому уширению. На наше счастье компоненты, на которые эта спектральная линия разрешается, являются поляризованными. Если мы отделим поляризованный сигнал компонента поляризованного сигнала с помощью поляризованных методик, то мы получим два независимых спектра, компоненты которых будут сдвинуты друг относительно друга пропорционально магнитному полю. И по характеру этого расщепления мы можем измерить это магнитное поле в звезде. Спектр поляризованных богатую историю. Рабочая группа магнитной звезды была образована еще во время ввода в эксплуатацию телескопа БТА под руководством Юрия Владимировича Глаголевского они стали разрабатывать огромную массу приборов в фотографическую фотоэлектрическую эпоху. И одним из достижений которые я хочу отметить это поиск надежных эффективных фотометрических критериев для поиска новых АП звезд с магнитными полями на основе женевской фотометрии Z-параметров сейчас я чуть попозже об этом еще поговорю вот и тогда было открыто примерно треть всего объема известных магнитных звезд потом фотографическая эпоха ушла начались в 90-х первые эксперименты наблюдения с ПЗС детекторами и для измерения магнитных полей звезд остался один ОЗСП который постоянно модернизируется модернизируется до сих пор прибор это не единственный прибор со спектрополяриметром в САУ есть спектрополяриметрия на Скорпио но он используется в основном для негалактических задач есть что-то на метровом телескопе но там он для мониторинга самых ярких объектов получается до шестой величины вот ОЗСП представляет собой спектрограф классический щелевой спектрограф расположенный в одной из колонн фокуса НС метателескопа БТА его оптические узлы занимают весь вертикальный объем этой колонны больше 10 метров вот существует ряд решеток которые позволяют работать с разной дисперсией в различных спектральных диапазонах но сейчас практически там все время мы используем одну решетку 24 на 7 градусов которая позволяет получить спектральное разрешение при порядка 15 тысяч в пике вот и одновременно регистрированный диапазон составляет примерно 550 ангстрен используется детектор Е2В 4600 на 2000 элементов с размером элемента 13,5 микрон стандарт который позволяет значит сейчас мы можем измерять магнитные поля до 12 звездной величины программы выполняемые на телескопе ежегодно 15% наблюдательного времени БТА занимают примерно поляриметрический модуль выглядит примерно вот таким образом схема это жестко закрепленная с щелью спектрографа поворотная лямбда на 4 пластинка после которой свет уходит на декроричный анализатор поляризации разбивается на два пучка и каждый пучок независимо проходит через резатель изображения каждое и располагает значит диск вдоль щели таким образом мы решаем проблему что щель узкая а звезда круглая при проекции сейчас щель используется стандартной длины в проекции на небо полсекунды при среднем синге сау полторы две секунды резатель изображения позволяет нам эффективно использовать весь свет собираемый телескопом и располагать его вдоль щели дальше мы эти семь поляризаций попарно складываем друг с другом получаем два вектора и уже дальше можем измерить относительно сдвиг компонент который можем измерить как классическая методика по сдвигу длины волны так и по изменению интенсивности этих компонент по методике которая сейчас используется на форсах вот таким образом типичная ошибка измерений с ОЗСП в магнитном поле составляет ну она зависит сильно от ширины и количества спектральных линий но где-то порядка 100 гаусс или там чуть меньше вот и перехожу к тому что мы значит сейчас наблюдаем к текущем расписании ОЗСП состоит стоит шесть программ четыре из них это саусские заявители две внешних Александр Федорович и Илья Путравнов начну с каталогов которые классическая задача нашей лаборатории поиск новых магнитных звезд дело в том что как я уже говорил были придуманы эти новые критерии на основе индекса женевской фотометрии и дельта фотометрии которые они используют узкополосные фильтры центрированные на депрессию континуума цп звезд на 5200 и два фильтра которые собственно континуум измеряют это позволило найти эффективно искать цп2 цп4 звезды химически пикулярные которые обладают магнитным полем вот пользуясь этими критериями нам удалось найти порядка 600 цп звезд с сильным магнитным полем вот тут распределение по магнитному полю не знаю видно или нет логарифмическая шкала вот в районе килогауса пик и соответственно вот спектральные это самое эффективные температуры соответствуют спектральным классам вот однако значит на сегодняшний момент нет ни одного телескопа где используется женевская или венская фотометрическая система дельта поэтому фотометрический ресурс каталогов опубликованных исчерпан ну вот можно для примера показать все эти наши электронные каталоги они есть визире можно зайти скачать посмотреть измеряем магнитные поля несколькими способами публикуем ряды временные вот также лучевые скорости скорости вращения ну надо сказать что 20 20 километров в секунду это инструментальный профиль ОЗСП если звезда вращается медленнее то мы не сможем измерить ее скорость вращения вот и встал значит в связи с исчерпанием каталогов вопрос о том где искать новые критерии и мы обнаружили для поиска магнитных звезд мы обнаружили такие критерии пользуясь данными архивами за атмосферной фотометрии в частности спутников Кеплер и тест вот если отделить согласно электральному классу и взять прошерстить архив на основе вот таких вот критерий выделить медленно вращающиеся звезды то мы увидим что стабильность фотометрической кривой на протяжении нескольких периодов вращения является очень хорошим критерием того что звезда на самом деле химически популярная и вероятнее всего обладает магнитным полем вот мы провели мы отобрали 46 значит фотометрических кандидатов по данным спутника Кеплер и провели спектроскопию на метровом телескопе и выяснили что 39 из 46 звезд являются химически популярными сейчас мы их наблюдаем вот и сейчас пока есть наблюдение для 10 объектов 6 и 10 обладают сильным магнитным полем у 4 мы не смогли ничего зарегистрировать работа опубликована буквально недавно в этом году вот но надо сказать что большинство кривых являются двойной одиночной или двойной синусоиды могут быть описаны но существуют и такие комплексные фотометрические кривые которые несмотря на их такую сложность являются стабильными конфигурация при этом остается стабильной еще одним направлением наших исследований является изучение звезд в скоплениях и звездных ассоциациях разного возраста в частности вот последняя работа по ассоциации Orion OB1 это очень удобный объект для изучения статистики потому что во-первых это близкая ассоциация и в общем мы видим там практически все яркие звезды и мы считаем что вот ЦП 56 химически популярных звезд там ранее Б вот это вся выборка химически пикулярных звезд ассоциации вот возраст подгрупп надежно определен поэтому можно изучать значит какие-то эволюционные проявления наличия магнитного поля вот и мы выяснили значит что доля магнитных во-первых доля магнитных звезд среди химически пикулярных не равна 100% а где-то примерно 55% чуть больше половины но и средняя величина магнитного поля падает с возрастом примерно в 3 раза вот у нас есть две подгруппы разного возраста и хорошо видно что действительно у одной поля 3 килогаусса у другой поля порядка 1 килогаусса более того если мы взглянем на туманность ориона область концентрации самых молодых объектов то мы там практически не найдем магнитных звезд скорее всего они образуются немножечко позже но об этом будет еще и Василь Иванович в своем докладе говорить подробнее просто хочу сказать что помимо ориона мы определили отобрали несколько по данным веб несколько скоплений более старых там картина не такая радужная в плане наличия химически пикулярных звезд но какие-то единицы можно было найти но никаких сильных полей выше 1 килогаусса среди этих цепи звезд мы не нашли и общая картина выглядит где-то вот так распределение магнитного поля с возрастом опять же сейчас Иосиф Иванович об этом расскажет вот еще один интересный эффект который обнаружился еще значит в 80-е годы сотрудниками лаборатории до сих пор не имеет объяснения это ну мы называем его вертикальный градиент хотя суть его в том что измеряя значит магнитное поле по линиям водорода и по линиям металлов мы получаем разные величины от вот в 2011 году была опубликована статья что взяли 20-30 п звезды и от 30 до 70 процентов разница поле измеренное по металлам и по ядрам вальмерских линий вот такой же эффект наблюдается примерно если измерять магнитное поле по ядру бальмерской линии и по крылу бальмерской линии вот и очень жаль что у нас сильно падает чувствительность детектора в ближнем ультрафиолете поэтому даже вот в области бальмеровского скачка было бы интересно измерить магнитное поле линии до бальмеровского скачка и после бальмеровского скачка чтобы посмотреть как бы есть там какой-то высотный градиент но к сожалению у нас резко падает чувствительность детектора который мы используем и мы не можем наблюдать там короче 3 3 800 наверное эффективно ну 3 ну да 3 800 уже падает чувствительность вот потому что как можно было бы измерять какие-то специально отобранные мультиплеты компонент которых по разной стороны от бальмеровского скачка находится это было бы каким-то таким интересным наблюдательным тестом вот дальше значит программа которая выполняется Халтыгином Александром Федоровичем спасибо я да заканчиваю вот он ищет сверхбыструю переменность но он будет наверное про нее рассказывать в своем докладе я тут хочу отметить что ну хорошо относительно издвига то мы измеряем а насколько спектрограф такой такой конструкции четырехэтажная вертикальная значит махина может быть стабильно в плане в позиционном плане ну естественно есть есть тренд но мы заметили что характер этого тренда он практически линейный на масштабе нескольких часов вот и его в принципе можно довольно эффективно учитывать при изучении ну при мониторинге при быстром мониторинге этих объектов вот величина инструментального дрейфа составляет ну сотые пикселов в час вот еще одна программа Ильи который рассказывал утром про АПБП звезды которые еще не вышли на главную последовательность но уже значит показывают паттерны содержания характерные для химически пикулярных звезд вот и не обладают акреции вот мы измерили один из его объектов 12 с половиной звездной величины обнаружили там килогаус продольные компоненты магнитного поля что в принципе соответствует их предсказаниям 3,5 килогауса на поверхности вот и в общем-то тут еще этот объект интересен тем что магнитное поле таких величин может подавлять акрецию на на этот объект молодой и акрецирующее вещество оно будет не падать на звезду а разбрасываться вокруг звезды авторы называют это механизм магнитного пропеллера вот и будем оценивать насколько это поле может соответствовать вот ну и да тут следующий докладчик уже подробнее скажет про это я наверное пропущу за неименее времени мы изучаем магнитные поля звезд б-гигантов горизонтальной ветви с стабильными атмосферами в их оболочках предсказывается ну найдено стратификации железа предсказывается механизм диффузии и было бы интересно посмотреть насколько вообще магнитное поле там присутствует и влияет на механизм диффузии но не нашли никаких сильных полей поэтому говорить-то особо не о чем вот ну спасибо заключение оно вроде как очевидно но единственное хочется сказать что разрабатываемые вот в данный момент спектрографы в САОРАН будут укомплектованы спектрополяриметрическими модами вот и очень бы хотелось уже начать их как минимум тестировать спасибо 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 на вопрос программу наблюдения магнитных парей белых карликов вы не пытаетесь продолжать тоже очень интересно там мы конкретно нет но вот аспирант Геннадий Геннадьевич он продолжает непосредственно сложнее ситуация нет ну что с нами ну и линии там конечно широко во-первых во-первых мы очень много наблюдений Сергею Николаевичу в 98 году я зашел диссертацию потом я зашел один он уехал за границу там пробовал заниматься в 14 году это закончилось мое ключевое статье в моей жизни которое все было подытожено я сейчас закончу я защищен буду попасть в таком спасибо конечно просто совет мне сейчас попасть еще вопрос пожалуйста пожалуйста если надо это сейчас надо микрофон 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 есть ли возможность улучшить точность измерения точность измерения магнитного поля на ОЗСП потому что есть определенные интересные группы звезд в которых магнитное поле вроде и есть но оно не очень точно измеряется ну знаете как я вам отвечу ну технически спектральными методами нет но есть возможность попробовать мультилинейные методики которые увеличат сигнал шум но для этого нужно чтобы спектр был соответствующий чтобы там было большое количество тонких линий которые были бы пригодны для независимого выгрызания сигнала последний про ЛСД да вот но у нас просто для ЛСД диапазон всего 600 анкстрем это не так много чтобы он эффективно работает ну с спектрологом всего разрешения прям диапазоном и вообще стабильностью там где-то будут 10 гаусс точно будет где-то 10 гаусс 10 гаусс 10 гаусс то есть диапазон да или мальчин но 12 наверное а еще второй вопрос я не знаю просто рассматривались такие вот задачи например эволюция магнитного поля с возрастом разного хотя бы типа звезд а звезд б отдельность для начала надо научиться определять возраст звезд безошибочно потом уже говорить об эволюции потому что ошибки возраста особенно для звезд поля они могут достигать вообще величины этого возраста спасибо ну в скоплениях сейчас Иосиф Иванович расскажет какие там эксперименты ведут пожалуйста так посадите пожалуйста посылайте снова так чисто технический вопрос пункт показатель цвета соответствующий спектральному классу но ТЭС и Кеплер наблюдают мы по внешним каталогам все спасибо большое спасибо на переживание рекламы немножко отстаем но ничего доказательства реликтовой природы могли подпадить популярным делом ТЭС Иванович 10 я понял да так это да и что мы делаем сейчас секунду запустим как привлекаться здравствуйте уважаемые коллеги предыдущие два докладчика избавили меня от необходимости говорить длительное невведение проблемы и поэтому сразу перейдем к делу это уведение значит как мы измеряем магнитные поля звезд я буду говорить об АП звездах о звездах БП звездах да Ф Ж карлики мы сейчас рассматривать не будем идеально было бы все звезды вращаются в том числе А и Б звезды у которых есть магнитное поле оно дипольное звезда вращается видим один поле второе если он чисто дипольный будет красивая синусоида если какая-то есть деформация то будет некрасивая синусоида но для того чтобы получить кривую это надо иметь скажем 10 наблюдений для такого телескопа как БТА ну какую-то одну суперинтересную звезду можно получить 10 спектров в разное время но приходится значит довольствоваться вот такими величинами ну это называется средней квадратической величиной магнитного поля вот мы берем так это тут у нас есть это ну 3-4-5 измерений находим какое среднее поле у звезды независимо от того какую фазу периода мы попадем тем более что периоды для большинства звезд неизвестны поэтому мы получаем спектр и считаем что магнитное поле тогда когда вот в различинах и квадратная ну там пятерка или больше а точность у нас ну для холодных звезд узкими резкими многокисленными ленинами 100 гаусс или я вот передушке говорил до кулачек а для более кстати горячих звезд типа Б звезд широких линий потому что звезда быстро вращается вот 500 гаусс лучше 500 гаусс поле для Б звезд ну с трудом находим значит мы решили уже давно лет 15 назад сделать программу поиска магнитных звезд в оплении разного возраста ну возраст одиночной звезды определяется очень плохо ошибки могу достигать и 100% мы решили начать с Ориона Орион хороший здесь тем что у него много большое количество ярких звезд ну Браун и другие сделали большой каталог и нашли там 814 звезд это называется Astrophysical Journal вот была большущая статья на 100 страниц где переведены критерии по которым они считали что эти 814 звезд являются членами ассоциации мы используя разные каталоги химически пикулярных звезд выделили в этой выборке из 814 и 85 химически пикулярных звезд из них оказалось потом когда уже начали в 13 используя данные гепарха показалось что 23 это звезды А и Абзвезды более холодные они не магнитные ну по крайней мере без сильного магнитного поля но это звезды переднего фона переднего плана точнее и 6 звезд уже были раньше изучены ну там в частности Джоном Лон Стритом и другими детально и 17 звезд раньше ну единичными там как сказать измерениями Лон Стрит нашел что магнитное поле ну и всего для исследования мы отобрали из этих 85 56 химически пикулярных звезд мы решили провести тотальный просто тотальный сколько можно значит звезд понаблюдать в результате вот более 10 лет мы получили выборку из более 600 займановских спектров этих объектов могу сказать без ложной скромности что лет 20 еще наверное ни у кого не будет больше выборки химических магнитных измерений химических пикулярных звезд в Орионе ну и что мы из этого имеем ну для начала кратко вот ассоциации в Орионе имеет 4 подгруппы Орион изучался многим и очень сильно поэтому возраста звезд или частей ассоциации там хорошо известны вот северная часть это самая старая возраст 10 миллионов лет это Орион А Б это пояс Ориона тут возраст 1-2 миллиона лет С это 5 миллионов лет южная есть есть маленькая тропе там где тропе северона подгруппа D ну тут тут оказалось всего 3 химические пикулярных звезды но тут вот меньше миллиона лет возраст ну и мы вот решили все что мы можем измерить найти поле таким образом как я говорил и что получилось ну не буду никаких деталей рассказывать скажу результат вот тут написано возраст 7 ну 10 миллионов лет вот 47% магнитные звезды из 15 да 8 немагнитных среднее поле ну примерно 1300 гаусс вот подгруппа B это пояс Ориона вот почти 3 четверти звезд магнитные поле среднее из там 15 опять же объектов 3 килогаусса и возраст ну там 2 или сколько миллионов лет и наконец подгруппа C вот опять же похоже на подгруппу А и вот магнитное поле такое и возраст такой самое интересное что из этой казалось бы значит картины подгруппы D не оказалось ни одной магнитной звезды ну из 3 так что вот так идем дальше и что более интересно что мы значит решили ну подробно исследовать каждую так сказать картиночку и вот подгруппы C ну там где это маленькая где уходит внутридуру и там оказалось что есть 27 химически пекулярных звезд и вдруг мы думали ну там где туманности где больше поляризация где больше это там будет больше магнитных звезд оказалось нет внутри значит только три магнитных звезды это 20% от всей выборки а в окружающей вот эту вот выборку но уже нет туманности туманности он катал паринага наверное тут он делал его ну и вот пожалуйста наоборот и очень большие достоверные различия возникает вопрос ну тут я наверное написал а в чем же дело так ага это сюда вот и вот какие результаты первого этапа значит вот ми-14 нашли малых магнитных звезды и теперь общее количество магнитных звезд в этой ну опять же нижний предел это примерно 500 галуз может быть там есть более слабые поля но мы не можем сказать ну в общем 55% в орионе магнитные звезды и вот мы увидели что доля магнитных звезд в поясе ориона вот три раза больше и доля их величина магнитного поля в поясе ориона больше чем вот там где возраст 10 миллионов лет ну одна гипотеза которая вызывает яростное сопротивление теоретиков что магнитное поле разрушается с такой скоростью это противоречит все говорят что дипольное глобальное поле должно жить столько сколько живет звезда то есть ну по крайней мере 10 8 степени лет но у нас есть альтернативная идея что падение поля никак не связано с его быстрым распадом а просто 2 миллиона лет назад и 10 миллионов назад были разные условия образования магнитных полей и все и просто было разные условия образования магнитных звезд и все теперь вот еще хотел сказать затонуть звезды Аябея Хербига мы ими не занимались специально но надо будет потому что если эта картина верная то в звездах Аябея Хербига у некоторых там 10% наверное должно быть гигантское магнитное поле а он иногда наблюдает там порядка килогауса иногда нет я считаю что это неверно считать что то что мы измеряем прямо в соответствии действительности скорее всего вот это мой персональный взгляд что в звездах Аябея Хербига могут быть поля десятки килогаус просто мы их не видим там же она эта звезда в этом коконе в облочке и что то там прорывается наверх вот это и мы видим поэтому мы поле там не видим тут я полностью согласен с мнением Александра Федоровича Холтыгина что ну в возрасте порядка миллиона лет что то там со звездой происходит она все сбрасывает становится видимо и мы видим хорошее магнитное поле кстати вот вчера Константин Гранкин говорил примерно то же самое но о звездах там типа Тетаури два миллиона лет ну что это мне как-то поддерживает так да сейчас я заканчиваю ну и вот то же самое сегрегация магнитных звезд в туманности и вне туманности вот теперь ну уже Илья показал эту картинку это три из Ориона а это пять других скоплений пока мы видим вот такое так сказать что падение с возрастом есть ну и вот среди этих объектов не найдено ни одного с полем более килогаусса еще там а в одном объекте найдено из двух более одного килогаусса а в целом магнитные звезды старых скоплений тут возраст восемь девять ну логарифный конечно менее пятьсот гаусс то есть старых мы не видим так идем дальше второй а теперь проблемы ну я заканчиваю хочу сказать что мы ну будем продолжать конечно исследовать звезды в скоплениях ну я просто взял что есть в литературе тут очень не точно не это не это не ларьф вот если возраст был 6 ну понятно усреднил возраста и тут чисто литературные данные и оказывается это это иллюстрация не результат нашей работы иллюстрация что похоже на то что действительно в молодых звездах поле больше почему вот почему и последний слайд значит вот что я хотел сказать а еще есть еще один момент уже последний есть звезды так называемые сверхмедленные ротаторы звезды с периодом ворождения годы десятилетия даже есть одна звезда с периодом ворождения все хорошо знаете Игорь Савану гаммикулей сто лет где-то ну не важно пять лет или двадцать этого звезда поворачивается на ну там на пять градусов или там на десять градусов в год никакой механизм динамо но я не думаю что есть такая ну вязкость чтобы не было совсем не может генерировать поле а у них вот поля килогавус и больше и это уже довольно старые звезды поэтому мы приходим к выводу что генерации магнитного поля во главной последовательности не происходит звезда получает АП звезда ну или БП звезда получает магнитное поле там Казихвайхаяши или ну в общем до выхода на главную последовательность а далее просто идет медленное остывание поля и все спасибо буквально пару вопрос пожалуйста сюда вот в самом начале где это было распределение по областям то есть область ААК самая старая да но там есть вот работа БУИ по-моему 1917 года там есть вам на звездообразование которые идет гамма-реон и там возраст меняется где-то 25 миллионов лет где-то совсем молодым как-то это учитывается в принципе там очень разнородные объекты мы пока взяли что там 10 мало звезд 15 да там еще делить на что-то то да но все это надо детально а больше звезд не будет в Рене так что к сожалению В качестве рекомендации отбора объектов, АЕБЕ звезды, берите, ищите звезды, у которых есть джет. Хорошо. Холтегин поможет. Но там это понятно, там есть магнитное торможение у этих звезд, но что здесь, это может быть, на таких же, да. Хотя, может быть, как-то... Ну, может быть, на первых этапах только. На головной последовательности нет магнитного торможения. Так, друзья, все, прекращаем дискуссию. Спасибо. Последний доклад. Спасибо, Юсиф Иванович. Прекрасный доклад. Последний доклад в этой секции. Магнитные полярные звезды, индексы, блоки, индикаторы, магнитная руля. 10, 3, 2. Уже, на самом деле, было много рассказано про вопрос измерения магнитных полей и в целом. Я расскажу именно скорее более подробно про измерения магнитных полей конкретных объектов и поиска новых фотометрических критериев косвенных магнитного поля. Ну, что такое звезды голубой горизонтальной ветви или BHB-старс звезды? Это звезды, которые находятся на стадии сжигания гелия в своем ядре вместе с внешним водородным источником и лучистой оболочкой. Впервые данные звезды были обнаружены как часть шарового скопления в 50-х годах. На диаграмме Гершпуга-Рессела они расположены в области переменных звезд типа RR-лира в голубой его части. Со временем, уже намного позже, у них стали обнаруживаться интересные особенности, связанные с его содержанием. Именно были большие отклонения содержания элементов от ожидаемой металличности звезд всего шарового скопления, обнаружение вертикальной стратификации железа в фотосферах, среднее содержание железа превышало почти что в сотню раз содержание по всему скоплению, что позволяло сделать вывод о том, что это звезды являются классическими химически популярными звездами, которые только уже после главной последовательности. А помимо этого, намного уже позже были обнаружены довольно-таки высокие эффективные температуры и низкие скорости вращения. Об этом уже вкратце упоминалось ранее. Какие вообще возможны стали интерпретации, чем могут быть звезды в голубой горизонтальной ветви? Ну, самое простое, тут два разделения. Они могут быть как магнитными, так и немагнитными. Интерпретация как немагнитными считается ртутно-марганцевые химически популярные звезды. После главной последовательности, ну, в работе уже ранее упомянутой Паунзона, не удалось обнаружить какие-то статистически значимые вариации спектра. Ну, в целом он исследовал скорее этот вопрос, что это ртутно-марганцевые химически популярные звезды. Второй, если сказать, что у них есть все-таки сильное крупномасштабное магнитное поле. И тогда это просто потомки магнитохимических регулярных звезд. Ну, тут тоже есть своя проблема. Пока что однозначно не было обнаружено сильного магнитного поля у данных звезд. Ну, такая последняя работа и, возможно, такой хороший кандидат на наличие магнитного поля. Это HD 167-817. У звезды есть такое подозрение на наличие магнитного поля. Опять же, в рамках данной работы мы исследовали именно 6 звезд голубой горизонтальной ветви. Заранее скажу сразу, что весь наблюдательный материал был получен на ОЗСП. Ну, что, наверное, уже понятно. И вот результаты. Какое-то пояснение. Какое-то VHP. Blue horizontal branch stars или звезды голубой горизонтальной ветви. Ну, просто на русском языке эта аббревиатура выглядит некрасиво. Ну, вот это результаты измерения. Были также оценены их основные фундаментальные параметры. Магнитное поле оценивалось простым методом регрессии. Интересными результатами являются вот две звезды. Это BD плюс 2625-26-02 и HD 128-701. У них измеренное магнитное поле, ну, несколько сот гаусс. А в целом ошибка превышает чуть ли не в 3,5 раза. На самом деле здесь можно сказать, что существует крупномасштабное сильное магнитное поле. Ну, скорее, ладно, такое утверждение нельзя сделать. Но можно сказать, что тут есть подозрение в наличии крупномасштабного магнитного поля. Вторая часть нашей работы была, как уже было сказано ранее, посвящена исследованию индексов Копылова. Как новых фотометрических индикаторов магнитного поля. Ну, тут вкратце описывается вообще, какие есть индикаторы магнитного поля у звезд. Это обычная вспышечная активность, переменность блеска, аномальный химический состав, поляризация континума и наличие нетеплового излучения звезды. Для химически популярных звезд это общая депрессия спектра. Ну, уже ранее упоминалось, что на основе депрессии спектра были созданы две фотометрических системы. Но в рамках нашей работы было интересно исследовать так называемые индексы количественной пикулярности Копылова. Были предложены они в работе на Копылова 1987 года и вычислялись следующим образом. Брались определенные рэперные линии, список которых, опять же, брался из той же самой работы. Вычислялась эквивалентная ширина линии для некоторой ЦП звезды и для нормальной звезды. Под нормальной здесь подразумевалась просто нехимически популярная звезда, но важно отметить, что она должна быть того же спектрального класса. Вычислялось отношение этих ширин. Таким образом, получался критерик Копылова. Для тестирования этого индекса как индикатора магнитного поля исследовались одна магнитная звезда 606, 56, 99 и немагнитная звезда 103, 244, 12. Были измерены магнитные поля, то есть магнитная кривая проведена в левом верхнем углу, в правом нижнем соответствующие измеренные индексы Копылова. Список нормальных звезд также строился на основе той же работы Копылова. Справа, сверху указанный их коэффициент линейной корреляции вместе с уровнем значимости, слева внизу фундаментальные параметры. Для немагнитной звезды, к сожалению, коэффициент корреляции получился тоже достаточно низкий. И в целом, что можно сказать об итогах данной работы. Да, были исследованы магнитные поля 6 звезд голубой и горизонтальной ветви. Уточнены их фундаментальные параметры. У двух звезд от выборки имеются подозрения на наличие магнитного поля. Но, к сожалению, индекс Копылова в том виде, то есть, по сути, в его первоначальном виде, является ненадежным индикатором магнитного поля. Спасибо за внимание. Спасибо, Парта, очень компактно. Пожалуйста, вопросы. Простой вопрос. А кто в съезде голубые звезды, горизонтальные ветви? Какие особенности не обладают? Ну, которые были исследованы, да. По большей части. У вас упоминается звезда 167817. Да. Дело в том, что я наблюдал на БТА с Дэйвом Филиппом звезду. И это была звезда примерно в том месте, на диаграмме, где вам надо. Но у нее был номер 161717. А, возможно, это опечатка, да. Я случайно опечатался. Не-не-не, это вроде я опечатался. А вот теперь случайность. Падение. Ну, все, спасибо большое. Давайте попробуйте поближе к микрофону. Одному из перспективных методов изучения волновых процессов посвящено многому. Вместе с тем, что характеры и параметры волновых процессов в солнечной атмосфере исследовались недостаточно. Поэтому полученные результаты в большинстве случаев противоречивают друг другу. Для определения характера волн и их параметров необходимо проведение одновременных наблюдений на разных частотах с применением сосвященной математической обработки. Для этого исследования для спокойного солнца были переведены на волнах. Диамата 3 и 30 сантиметров с малым угловым разрешением. Эта серия работы своевременно проделала на Горково-Сово-Радио-Астроново под руководством Михаила Михайловича Кокрова. А с использованием радиотелескопа с высоким угловым разрешением все авторство настоящее на классе на волнах 5, 2 и 8, 7 алисандр. Надо отметить, что все эти высшие распознавали в логике в спокойном солнце. Для объяснения на логике в логике в любом мире в субстанции хочу было проводить в логике активного солнца. Кроме этого, данные радиотелескопа очень важны для фундаментального плана деления исследования геомагнитного солнца, так и к прикладным аспектам для прогноза космической погоды. Респрессия солнечного размещения второго типа является одним из основных предвестных переходов к магнитосовере Земли в образу коронавирусной массы, вызывающей геомагнитный бой. Эти наблюдения развлечения солнца проводятся регулярно на фиксированных длинных волнах геомагнитного 10 и 30 сантиметров на радиотелескопе РТ-19 в 2010 году по настоящее время в институте Аппаратура и наблюдательный материал. Основные параметры РТ-19 следующие. Длина боксового расстояния делена на диаметр антенны 0,25. Ширина диаграммы направленности по уровню 0,5 диапазона лианта 30 сантиметров через градусы от диапазона 10-1,2. В качестве облучателя использовал логопередический облучатель, который рабочий диапазон от 500 ГГц до 3 ГГц. Два радиометра модуляционного типа проемового усиления с центральным рабочими частотами 1 ГГц и 3 ГГц установлено в непосредственном зазеркалом антенны. Данные оцифровываются с 5-секундным интервалом и после форматирования передаются в институт ионосферы в Центр прогнозов фашистских погодов. На сайтах прогнозистских центров они являются постоянными всех желающих. Экспериментальные данные ЕВА обработка. Обработки и наблюдения данных проводились как с помощью эмпистических методов и композиции нередневных инициациональных процессов, так и для посредственного просмотра за все сигналы. Вот некоторые временные пробки, солнечные вспышки на обладаемые разные времена года. Вот у всех этих рассылок показано, что есть это периодические колебания. На основе временных профилей, проведенных в работе, видно, что в записи сигнала имеет максимум высокие доверительные вероятности. Более 90% на порядок, 20 и 350 секунд, которые, однако, шесть стороны, изменяются от вероятности к реагностям. В непосредственном просмотре за все сигналы найдено, что временные задержки в деле волн лямбада 10 и 30 сантиметров все положительные значения лежат в диапазоне от 20 до 100 секунд. Для определения физических процессов проявляется в науками Тайвана необходимо знать скорость перемещения в воздухе. В деле этого, при отсутствии другой информации, необходимо выбрать наиболее вероятный модуль, характеризующий область распространения в воздухе. Особое значение в деле объяснения физических явлений имеет определение типов к возмерению в полчасе сантиметрового диапазона по флоктации активности области. Однако такие исследования были приведены на различных глинах волн. Обсуждение было. На этой работе мы изучали временные задержки, наблюдаемые одновременно на радиотелескопе МРТ-12 на частотах F1-3ГГДС из набора 3ГГДС. Наблюдения проводились на радиотелескопе МРТ-12. Вот три временные записи, три вспышки, наблюдаемые одновременно на радиотелескопе МРТ-12 на частотах 1-2ГГДС. Возле этих рисунков видно, что одновременно наблюдаешься на 1ГГДС и 3ГГДС. Вот временные пробки этого. Из этого временные пробки без обработки видно, что здесь есть запаздывание. Начиная от 20 секунд, кончая 100 секунд. Основным результатом нашего исследования является то, что наличие полегательного компонентного случая в первых блесках широкого распространения объявлений, в зависимости от критерий выбора. Этот результат оказывает наследство, а следствие является основным признакомым вспышек. Таким образом, наше понимание солнечного вспышка не может быть полным без выявления физических механизмов, ответственность за генерацию периодичности. По измерениям времени пробки между колебаниями интенсивности имеющих квасперизис корректы найденных в виде периода 20 и 50 секунд наблюдается распространение возвышения от хромосферы до паров. С запаздыванием 20-100 секунд. Проведенные отсеки при использовании радиомодулями для активного солнца скорость распространения возвышения 20-2500 км в секунду. И диапазоны обнаруженных периодов соответствуют скорости альфиномского и быстрым акустическим волнам. Обнаруженные модуляции периода или дрейф также можно объяснить с помощью уравнений переведенных в работу Куприянова-Мельникова. П равняется 2l деленное на 7 умноженное на l. Где n целуется соответствующий номер продолженной гармоники, а с пазовая скорость молнии l делена 5 которая равняется от 10 до 20 умноженное на 10 степень 8. Значение 7 находится в диапазоне альфинской скорости гоносферной строки. Приведенные исследования радио диапазона с малым угловым разрешением в результате которых получили экспериментальные данные у характера колебленных движения на высотах 1500 и 4000 километров. Таким образом мы заключаем что наше исследование квазопередистов в высшую область Солнца связано с МГД колебаном. Благодарю и спасибо за внимание. Спасибо вам, спасибо огромное. Ну так в принципе понятно. Друзья, вопросы какие-то есть? Пожалуйста, вот сюда. Вы сказали о мониторинге этих событий. Все данные, которые вы приводили десятилетней давности, вы сейчас мониторингом занимаетесь на своем телескопе или это все только приликтовые, так сказать, старые данные. Не слышал. Не очень. Так я слушаю. Я думаю, это это данные сейчас регулярно ведется. Вот так. все желающие доступно взять наблюдательный материал. Ну понятно. Ну просто речь идет о том, что он старый. Как бы вы говорите о мониторинге. То есть мониторинге диапазона солнечное радиоизвлечение. Вот до сих пор получены результаты по амплитудам, которые имеются очень малым, низким уровнем. и кроме этого, которые по основе наблюдателя данного этого сделан временный ряд обрабатываются фре-анализом. Фре-анализ основной для стационарных временных радио дает очень хорошие результаты. Кроме этого, заранее мы применяем такой возможности имеем, что это стационарный. Кроме этого, это метод не адаптивный метод. А это которые мы используем, которые люди используют в разных областях наук и технике. Мы тоже подробнее этих работах в своем работе использовали метод декомпозиции моды. Это не адаптивный метод. это рассчитан для анализа не стационарных дневных временных лет. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, Саша. Прекрасный доклад. Следующий доклад у нас последний в сегодняшних сессиях это Мокшин Дмитрий Николаевич. Извините, господи. Здравствуйте. 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 Эволюция физических параметров вспышки 12-го года, 7-го числа, 5-го дня. По оптическим наблюдениям в линиях водорода. Значит, стимулом к этой работе послужило обнаружение тонких магнитных петель, которые, основание которых соответствует выбросом плазмы, горячей плазмы, и эти основания находятся на уровне хромосферы. Это первое. И второе. Обнаружение терагерцового излучения, которое также соответствует областям в хромосфере достаточно горячим областям, достаточно плотным 10-14, 10-15 сантиметров публических. Все наблюдения были выполнены в Анжеве. Это Чешская республика. Значит, на инструменте, сейчас я его вам покажу, куда он делся. Исчезнул. Исчезнул, да, исчезнул. Вот, нашел. Вот на инструменте, который название имеет сложное ХСПА, так называемая горизонтальная солнечная восстановка для исследования Солнца. Значит, как вы видите, здесь имеется классическая схема, целостат и помещение, в котором находится спектрогов. Значит, первое это целостатые зеркала, потом лучи попадают на главное зеркало, затем на дополнительное зеркало, так как фокусное расстояние достаточно приличное, 35 метров, и изображение строится на щели спектрогов. Перед щелью спектрогов находится пластинка, которая строит изображение хромосферы в линии H-α, в качестве фильтра стоит фильтр D100, старый, но хороший фильтр, затем лучи проходят щели, щели, попадают на коллиматорное зеркало, дальше на решетку, и далее ГАА, камеры, в которых стоят CCD приемники. Так, сейчас вернусь немножко обратно. Вот. Значит, объект, который мы исследовали, сама область, вот она показана внизу, она находилась на диске Солнца, вот ее положение отмечено стрелкой, и с СДО картинка выглядела в момент вспышки в 304 ангстремных лучах, вот правая картинка. Так, идем дальше. Так, значит, исходя из картинки Гоэса, мы выбрали из наблюдений моменты, которые по качеству изображения и по другим некоторым причинам, вот мы выбрали именно таким образом. Внизу отмечены те моменты, которые мы выбрали. того было пять моментов из всего этого. Вот. Вот это изображение на щели спектрографа. Вспышка вблизи большого пятна, причем ясно, что она частично попадает на полутень пятна. Сейчас мы это увидим из спектра. Вот видно, видите, вот эта темная полотка, которая идет через спектр, это как раз полутень пятна. Значит, это спектр в линии H-кальция-2, рядом линии водорода H-эпсилл, которую мы, собственно, исследовали. И, как говорится, впервые, за все время наблюдений, мы увидели резонансную линию алюминия 39, 61, 54. Зверзники говорят, что это дело у них обычное. Я, правда, не понимаю, почему у них эмиссии, но возможно. Так, потом, это спектры в линии H-beta. А вот Сергей Анатольевич, где он здесь? Тетельса. А, Тетельса. Ну, видите, он мне сказал, что я тундра. Да. Так. Да. Так. Вот спектры, как выглядели, H-α, H-beta. И потом, нам нужно было сделать такую картинку в этом случае. Нам нужно было убрать полутень, которая блендировала у нас всю картину. И мы вот сделали такую вещь. Значит, первый спектр, разрез, профиль, это соответствует у нас профилю получения. Второе, ой, пардон. Второй профиль, это у нас соответствует спокойной хромосфере, то есть дольят этого пятна. И, наконец, тонкие синие линии, это третье, это соответствует уже профилю во вспышке. Вот. Это нужно было все учесть, что мы и сделали. А для кальциева и H-эпсилл нас интересовала водородная линия, H-эпсилл нужно ее было, кажется, как-то выделить аккуратно. Искали мы вообще профили потоки спектральных линий. Значит, мы поступили таким образом. Мы взяли две гаусяны, собрали их так, чтобы у нас получилась картинка близкая к тому, что у нас имеется в реальном профиле. Потом мы подтянули верхушки у гаусяны H-эпсилл и немножко полуширину изменили. В конце концов добились того соответствия, которое нам нужно. И потом посчитали все профили. Так же сделали для H-эпсилл и H-эпсилл. И вот что у нас получилось. Значит, это потоки спектральных линий в эрго сантиметра квадратной секунду. Вот. Вот они так выглядят у нас. Да. И решили это дело смоделировать. Вот. Моделировали мы вот. Взяли модель газопрозрачного внепрерывного спектра, который испытывает самопоглощение в частотах спектральных линий. Населенных дискретных уровней в состоянии ионизации химических элементов необходимые для расчета потока. линейчество и словолучение определялось путем решения уравнения баланса, записанного для 12 уровнями водорода. Учитывалось типичные связанные свободные, свободно связанные и связанные ударные и радиационные переходы. Более подробно алгоритм описан в работе Белова и Бычкова в 17-й год. Наши расчеты в рамках учитывающих лучших процентов показали, что наблюдаемые потоки в линии для некоторых моментов наблюдений нельзя объяснить в модели уединенного однородного слоя, ни при каких сочетаниях температуры, плотности и толщины слоя. т. 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 с левой стороны h это высота слоя, n это концентрация водорога, т1 это электронная температура. т. Как мы видим, критериями являлся поток, который в этом случае получался. Зеленые, если вы видите на экране, зеленые значения, это значения измеренные, а черные, все, которые были посчитаны. Для двух эпизодов нам оказалось достаточно одного слоя, а для трех потребовался второй слой. Так, как выглядят у нас наблюденные и рассчитанные значения? Значит, кружочки это наблюденные значения для этих бальмерских линий. Точки это то, что мы посчитали. В общем, выглядит довольно красиво. Так, картина для толщины слоя в процессе эволюции вспышки. Вот, квадратики это первый слой, и точка это второй слой. Насчет слоев я вам сейчас потом попозже немножко расскажу. Так, концентрация это вторая картинка, и, наконец, электронная температура это вот эта картинка. Так, что можно сказать? Следует отметить, что в процессе своего развития, вспышка за короткий промежуток времени, порядка пяти минут, претерпела сильные изменения структуры, заметные как в линии Аш-альфа, так и в линии 1600 ангстрем. Там я не привел картинку, но самое лучшее для вспышек структуры и изменения ее заметно в 1600 ангстрем. Из таблицы следует, что для моментов наблюдений 47-50, 49-34 совпадение потоков, полученных из наблюдений, достигается применением в расчете одного слоя, а для оставшихся трех потребовалось добавить второй слой. Мы думаем, что это связано с неоднородностью вспышки. Для моментов 46-58 и 48-23 и 52-44 сложнее. Внизу газ сильный Аш-эпсалл, сверху слой с малым отношением Аш-альфа к Аш-бетти. Первый слой, ближний к наблюдателю, слабое Аш-альфа, поглощение в Аш-альфа, Аш-бетта и Аш-эпсалл. Второй слой сильное Аш-эпсалл. Объяснение и наблюдение в модели газа, нагреваемом внешним источником, говорит о переменности и неоднородности не только нагреваемого газа, но и источника нагрева. Неоднородный переменный источник энергии слегка перемещается, хотя мы все картинки все спектры это самые приводили, все моменты приводили к одному и тому же положению щелью. И питает энергией соседний участок мишени с явным распределением плотности. Авторы благодарят коллективы Эрхесси, ГОЭС, СДО и Анджеевская обсерватория за предоставленную возможность проведения наблюдений и использования данных. И дальше идет литература и спасибо за вам спасибо большое все. Так, ну, есть время на вопросы. Пожалуйста. Я отсюда, а вы на другую. Значит... Подождите, пожалуйста. подождите, подождите, подождите. в линиях смотрите, у нас инструмент сделан так, что установлены камеры и их, так сказать, нельзя в процессе наблюдения. То есть, у вас не было настройки на эти длинные волки? Да, у нас, мы наблюдаем, мы наблюдали в линии кальция H, дальше в H-B, в H-α, в гелии и в этом самом. Хорошо. А еще вопросы? Ну, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну, на этом программа наша сегодня наша конференционная часть закончилась.